Итак, следующий психотип называется шизоидный психотип. Схиза – это означает расщеплять, расщепляют, то есть расщепленный психотип. Главная склонность шизоида – это любовь к теориям. Он очень любит теоретизировать. Обычно он даже себя может нарисовать следующим образом. Палочка, 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 кружочек. Или дерево рисует палочка, и сверху кружочек – это дерево. Схематично, зато понятно. По сути, также он относится к своему тему. Отличий очень мало. Если вы его спрашиваете, с чем связан этот процесс, что это сейчас случилось, он вам скажет – это сублимационная тенденция, четвертая стадия, эквафимация, в пасторальный, ну и так далее. Это вообще, я называю, больше вербальная диарея по-русски. Но важно не это. Он вам один раз это скажет и больше объяснять не будет. То есть, вот человек, который начинает сыпать терминологии, но терминологию придумывает сам. Мало того, что сам придумывает, ей еще может давать свое какое-то объяснение. Она может немножко не совпадать с общепринятым. И еще, шизоид обычно объясняет один раз. Кто понял, тот понял. Кто не понял, извините, это не дело шизоида. Мысль у него всегда преобладает над его поведением, над его высказываниями. Это нужно обязательно учитывать. То есть, вы не всегда сможете понять шизоида. В ряде случаев шизоида понять вообще невозможно. Это полная вещь в себе. Ну, что еще? Еще, легко даются математические дисциплины, физика, математика. Гуманитарные дисциплины даются немножко сложнее традиционно, но не всегда. С энергией в них проблемы. Обычно шизоидный тип в русской транскрипции – ботаник классический. Он обычно сидит, он скручен весь какой-то, он несчастный, такой он печальный, он еще голову на боку так вот накренет, о чем-то думает. У Перлема Водхауза, в его «Живси и Лустре» замечательный персонаж есть Гусик Финкнотль, любитель тритонов. Он всю свою жизнь посвятил изучению тритонов. Когда его пригласили в гости в загородный дом, он в ванной хозяина этого дома поселил тритонов. И когда хозяин этого дома пришел ложиться в ванну, ну, немножко в воде полежать, он был в ужасе, потому что там плавали тритоны. Гусик был очень раздражен, потому что у них был брачный период, этого делать категорически было нельзя. Вот прекрасный пример шизоида. Человек в своем мире, там тритоны, тритоны прекрасны. Гусик Финкнотль идеально объясняет своей пассией, своей будущей второй половине, слава богу, она от него сбежала, а как происходит размножение у тритонов, как тритон машет хвостиком, и что это означает. То есть, встречали таких персонажей? Такая вещь в себе абсолютная. Что там в этой голове происходит, нам неведомо. Ну, собственно, это особо и не нужно, наверное. Очень хорошо, что такие люди есть. Но если их будет очень много, будет сложнее. Итак, иногда шизоид может быть склонен к каким-то резким поступкам, но это ему обычно не свойственно. Хотя может ни с того, ни с сего взять и сбрить бороду. Но это бывает редко. Я не имею в виду джигурду. А днем обычно шизоиды сонливы, они не энергетичны. Пик активности у них приходится на вечерний период. Ночью они пишут, по ночам они работают, по ночам им приходят мысли. Главное, что ночью происходит, ночью никто не отвлекает, нет никаких помех. Можно работать с формулами. Днем множество помех, поэтому лучше спать. Энергия на то, чтобы навести какой-то порядок в доме, на столе, в сумке, в багажнике автомобиля, нет. Да им это особо не нужно. Нет, это не я. Вы определитесь хотя бы. В сексуальном плане, как правило, беда серьезная. С телом не знаком никак. Что это такое, не знаю. Сложнее, как два шизоида размножаются. Я не знаю, это может быть очень необычно. Почкованием. Но при помощи почек люди не размножаются. Нет, этого напрасно. Хотя, если бы ваш шизоид услышал, он бы задумался. Вот. Дальше. Может быть интеллектуально агрессивен. То есть, попытается подавить вас своей эрудицией. На этом агрессия, собственно, и заканчивается. Физически агрессивен шизоид, конечно, бывает. Но он не дружит со своим телом, поэтому он опасен. Для себя. Но и для окружающих. Дело в том, что для шизоида абсолютно естественно и нормально. Прийти в гости, слегка дотронуться до шкафа и уронить его вместе со всем, что в шкафу есть. Или, допустим, в гостях слегка махнуть рукой и смахнуть со стола скатерть со всей едой. Он не знаком со своим телом, он не знает, как это происходит. Страшнее, когда шизоиды танцуют. Это не только танцы роботов, но это брачные танцы роботов. Это опасно. К сожалению, я не знаю, кто изображал такую девушку-ботаничку, которая танцевала. Вот клоунесса есть такая, которая изображает ботанические танцы. Это серьезно. Они обычно очень быстрые танцы, очень напряженные, очень жесткие. Немножко почему-то... Вы знаете, Гитлер не был шизоидом. Но когда показывает, как он жестикулирует, немножко, напомню, шизоидно. Потому что вот эти резкие движения всевозможные, с одной стороны, немножко шизоидные, они неадекватные. Шизоид вообще не знаком с телом, поэтому он не совсем понимает, что он делает. Иногда он даже может немножко удивляться своим жестом, но это нормально. То есть, ну, голова существует отдельно. Кстати, может быть, именно поэтому шизоиды очень любят эксперименты над своим телом. То есть, туда могут внедрять всевозможные железячки интересные, кружочки, пластмасски. То есть, для них тело – это эксперимент, поле для экспериментов. Ну, была голова, и вдруг к тебе тело. Вот тебе сюрприз, да? Вот они и начинают как бы пытаться понимать, что это такое. Но не всегда. А новые материалы шизоид всегда кладет поверх старых. Поэтому, когда приходите к нему в кабинет, видите, там много-много-много-много-много разных слоев. По этим слоям можно определить сферу интереса шизоида за последние дни. Он их обычно не меняет. Для обычного человека это хаос. Для шизоида – это жизнь. И, что самое главное, шизоид помнит, что под чем находится. Чужой порядок не пытается наводить или приносить свой порядок, но не терпит, когда и на его рабочий стол пытается кто-то проникнуть. Как шизоид моет посуду? Да никак не моет, он ее просто складывает, а она стоит. Когда она целиком уже будет вся израсходована, вот тут нужно будет решать. Либо покупать пластиковую посуду, либо вымыть одну тарелку. Эту тарелку он и моет. Вот, или две тарелки. Но лучше одну. А еще, кстати, очень удобный способ есть из консервной банки. Вы знаете, какой еще удобный способ? Я так в школе делала. Короче, на тарелку целом, она так же хотела. Ну, вы понимаете, да. Вы знаете вкус к шизоидным жизни. Итак, что, как шизоид говорит? Во рту у него обычно каша. И вы не совсем можете понять, что он говорит. Он, вначале, начал говорить, потом... И вот это... Вот это иногда бывает внезапно. Если это с очками, допустим, «ы», тогда вот так вот. При этом «ы» означает, что это не рэперские слова, это что-то другое. Но, судя по всему, ему в голову пришла новая мысль. Он может обрадоваться, может нет. То есть, это вещь в себе. Вы никогда не поймете, что в этой голове происходит сейчас. Но вы так же не поймете, что он хотел сказать. Иногда, мне кажется, шизоид и не понимает, что он говорит. Ну, такое тоже бывает. Хотя это очень интеллектуальные люди. Другое дело, что они не соотносят то, что они говорят, с тем, что они думают. У них они абсолютно в разных плоскостях находятся. Речь и мышление. Не по-выготскому. А что еще шизоид может в речи использовать? Слова-паразиты. Он их часто использует, потому что благодаря словам-паразитам он может еще немножко подумать. Еще, знаете, такой жестокий рэп. Такой, это нечленораздельная быстрая речь. Это шизоид пришел. И он общается с миром. Это эмоции. Это эмоции, да. Он может захлебываться в речи. Ну, просто эмоции захлестывают, а он захлебывается в речи. Ну, вот здесь, может быть, это «ы» как раз будет идеально. То есть, вы будете смотреть на него с удивлением, пытаться понять, что он сказал или что он хотел сказать. У меня была такая дипломница, Наташа. Чудный персонаж. Я не знаю, рассказывала мне о ней или нет. Я общаюсь с дипломниками. Наташа сидит на периферии в аудитории и вдруг громко заявляет, а что вы все на меня смотрите? И все начинают на него смотреть, потому что никто не ожидал от нее такого. Вот. Все на нее посмотрели, а она сидит и молчит. Ну, вот вернулись, стали опять заниматься делом. А Наташа опять что-то возмущается, что-то хмыхнуло там что-то, какая-то мысль у нее появилась. Да, очень любила жевать жвачку. И, вы знаете, ну, тяжеловато было иногда с ней общаться, но все хорошо. Человек умный, интеллектуальный. Она написала дипломную работу. Вот. На защиту свою она принесла, тогда еще башни были вот эти, да, вот. Ничего не остались, компьютеры башни, системный блок. Монитор. Она принесла штатив. На штатив повесила экран. Проектор принесла. То есть, смотрите, как много она учла, да, возможностей. Она сделала выступление. У нее действительно работа была одной из лучших. И вот по традиции научный руководитель выходит вместе с дипломником в коридор после защиты, чтобы его поздравить. Наташа выходит. Да, что я еще не сказал, она очень любила говорить «Отчо я». «Отчо я» означало «я сегодня потрясающе выгляжу». Или «Отчо я», «А какой сегодня день недели?» Или «Отчо я», «А что мы здесь делаем?» Или «Отчо я», «А что, уже обед кончился?» То есть, там вот разные варианты могут быть. А может быть «Отчо я». То есть, я сегодня бродила по полюсу, встретила двух ежиков, одного бобра. Но бобер мне не понравился, как бы, да? Но тут вот разные варианты могут быть. То есть, вот, считайте сами, что в этой голове было. Защита. В комиссии два пожилых мужчины сидят, остальные женщины. Государственная комиссия. В общем, защита прошла. Я выхожу вместе с Наташей в коридор. Там стоят студенты, они напряжены, они нервничают. У них защита скоро. В коридоре много людей. Наташа выходит и громко заявляет. «Отчо я». У них там до меня ни у кого не стояло, а после мне и подавно. Я сначала готовился сказать ей «поздравляю вас». Но потом подумал после этой фразы сказать «поздравляю вас» как-то странно. Я сразу подумал сказать «не поздравляю вас». Все равно получается бред, поэтому я ей руку пожал, в глаза посмотрел со значением и ретировался побыстрее. Но те, кто сидел в коридоре, смотрели на нее с большим интересом. Интрига появилась, понимаете? Это что-то в стиле Первого канала. Как раз вот «пусть говорят» передачи. Да, вот туда как раз. Но что самое любопытное было, я понял, что Наташа сказала, другие не поняли. «Отчо я». Я очень довольна своим выступлением. Я очень хорошо выступил и ни разу не говорил свое любимое слово «паразит». «Отчо я» выражение «паразит». У них там до меня ни у кого не стояло. Это не касалось пожилых мужчин. Это касалось того, что у нее стоял штатив, на нем был повешен экран. И на экран транслировалась ее презентация, которую она сама сделала. И большая молодец, за что ей большое спасибо. А после меня и подам. Короче, если кто-то после меня попробует прийти с презентацией, все равно в первую очередь запомнится мое выступление, а не их. Я и говорю, что вы в шизоидах. Хорошо разбирайтесь. У меня просто лучше аплодисменты. И вот смотрите, то есть шизоида нужно переводить. Или как я в другом университете ловлю Женю шизоиду и спрашиваю. Женя, а если два шара поставить друг на друга, они держаться будут? Он нераздумуемо не сходу отвечает. Будут, если один из них куб. Ну, понимаете, шизоиды – это очень интересные люди. Но нужно знать шизоидные для того, чтобы правильно с ними общаться. Шизоидному нас редко учат. Поэтому мы должны понимать, что человек имеет в виду. Помните, на всевозможных экономических передачах, то же самое канал РБК, сейчас они, слава богу, уменьшили этих замечательных персонажей, экономистов. Когда-то их показывали, то есть вот выходит человек и начинает что-то говорить. И я понимаю, что он говорит по-русски. Но там много терминов, которые мне абсолютно неизвестны. Но говорит он с интересом, ему нравится. И я смотрю, и я понимаю, что это иная форма жизни. Может быть, он вещал на Марс. Может быть, он вещал… Ну, я не знаю, на какую планету он вещал. Но абсолютно непонятно. Вот шизоид любит говорить терминами. И терминами говорит так, что если вы в них не разбираетесь, вы ничего не поймете. Не шизоид обычно имеет тенденцию объяснять, что он говорит. Или хотя бы переспрашивает, понятно или нет. Шизоид может спросить, понятно, нет. Ну и ладно. Что с вами говорить, если я не пойму. Догадайтесь, где шизоидов… Да, что еще? Понаблюдайте за поведением некоторых бывших или нынешних политиков. То же самое Саакашвили, который говорит, 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 внезапно улыбается ни с того ни с сего. Потом испуганно смотрит, потом какие-то жесты начинаются странные. А потом за галстуком закусывает. Ну, шизоиду свойственно, да? У него шизоидный психотип явно присутствует. Вот шизоиду свойственно, у него полное расхождение между жестами, между речью его, между его мимикой. И иногда они настолько друг с другом не соединяются, что получается нечто непонятное. И мы смотрим, пытаемся понять, что это такое. Недаром на него пародия была, кто эти люди, почему они смотрят на меня, почему они улыбаются, что я клоун, что ли. Да, вот озвучка в интернете, посмотрите. Но это напряженный образ жизни их такими делает? Да, это делает определенный образ жизни их такими делами. Ну, вы знаете, просто у Саакашвили, может быть, график был очень жесткий, может быть, много волнений и переживаний, но это обострило его шизоидный психотип. И, к сожалению или к счастью, мы можем видеть, что он развивается очень активно. Чем шизоидный психотип опасен? Что в какое-то время человек станет слегка неадекватен. Это не зараза, может быть, а то его жена обещала с Адессой в Грузии туннель, только почистить. Кто? Кто обещал? Знаю. Да. Жена Саакашвили обещала туннель из Адессы в Грузии. Знаете, вообще курить вредно. Я ей говорю, это не зараза. Курения нет, но опасно. Нет, шизоидность. Дальше, посмотрите. У шизоида некоторые действия смешные, немножко похожи на клоунаду, при этом он абсолютно не хочет с вами шутить и клоунадничать, просто у него так получается. Представьте теперь шизоид в балете. Танцор балета, шизоид. Вы представляете, что это? Это на самом деле опасность для всей трупы, он перебьет их всех. Не дай бог он там крутиться начнет, он ногами перебьет всех, это будет хуже каратэ. Шизоид в легкой атлетике. Вы представляете? Сложнее. Ну, русские поймут. Шизоид футболист. Так у нас вся сборная. Судя по всему. Не, Рональда, как он себя ввел на последнем бою, где-то они все равно выиграли, но он сидел, плакал, то ему бабочка сядет на ухо, мучается. Действительно, по-моему, что-то с ним было. Ну, это явно не шизоид. Там у него что-то другие процессы проходят, если ему бабочка посадилась в период. Он умеет, плачет, сидит, как-то несерьезно. Ну, ладно, чем еще шизоид интересен? Он очень неаккуратен. Он полностью неаккуратен в одежде, очень неаккуратен в прическе, но на голове у него разные могут быть комбинации. Это волосы. Но по большей части он о них не знает. Да и вообще они ему не нужны. Ну, не то, что не нужны, просто если волосы есть, как причёсывает шизоид? Тьфу! И причесался. Это абсолютно естественный повод для него причесаться. Причесаться можно вот так вот. Вот так вот можно причесаться. Ну, и с лысиной шизоидой легче, там меньше забот. Там протерлись лучи, ну, что-то блестело, и всё. Блестящая голова начинает называть. Руки шизоида. Шизоид любит грызть ногти. Обычно у него пальцы аккуратно обгрызаны. Ну, не то, что аккуратно. Заусеницы всевозможные. Потому что они мешают, он начинает их отрывать. Вы общаетесь с человеком, он там отрывает у себя что-то от пальца. Встречает таких? Когда ты в детстве это делал, ты думаешь... Это в детстве. А то человек вот уже во взрослом возрасте делает то же самое. Или пытается там ручку просверлить в палец. Там он общается с вами. Встречали таких? Ну, эксперименты. Понимаете, он обнаружил тело. И он пытается провести эксперименты, что с ним будет дальше. То есть это параллельные мысли у него, скорее всего, идут. Вот. Смотая, он не то, что не дружит, но 15 лет, 10 лет, 20 лет. Какая разница? Если есть пиджак, это пиджак. И он его, если найдет, то оденет. А если не найдет, то оденет какую-нибудь спортивную кофту. И придет на конференцию. Почему придет на конференцию? Потому что он обещал прийти на конференцию. А почему кофту? Потому что он нашел кофту. Ну, что важно, что он полностью нацелен на интеллектуальное творчество. То есть это очень хорошая эрудиция. Это любовь к книгам. Но проблема в том, что эта эрудиция очень странная. Книги он знает хорошо, но часто книги под большим слоем пыли лежат у него в кабинете, в комнате. Если приходите к нему на кухню, там стоят чашки такие, знаете, на них уже легкая плесень идет на кружках. Чтобы на всякий случай вылить заварку сложно. Поэтому она там и лежит. Встречали таких, да, я надеюсь? Вот это нормально. Или он вам наливает в кружку, такую черную кружку от чая, новый чай. Вы пришли, он ее мыть не будет. Ну, так, просто сполоснул, раз, залил туда, и все. И вы понимаете, что все хорошо. Ну, по сути, шизоид – это хаос. Конечно, некоторый хаос. Как шизоид готовить? Вспоминаю, замечательный человек, интересный как личность, как эрудит Вассерман. Помните, в передаче «Званый обед», когда он был как раз участником этой передачи, он приготовил сразу несколько блюд из одной консервной банки со шпротами. То есть, во-первых, что он сделал? Он вытащил шпроты, это было отдельное блюдо. Второе, шпроты положил на хлеб, это были бутерброды. Третье, то, что осталось в банке в качестве подливы, или масла, или чего-то, он налил в хлеб и сделал некий мякиш такой. Этот мякиш – это было желе. Так он шизоид? Идем дальше. Но, с другой стороны, в жизни человек абсолютно полностью адекватен. Но вот шизоидные вещи есть такие. Да, он кашицу будет есть, да, он как бы невнимателен к деталям каким-то, но, с другой стороны, есть... У Вассермана там несколько психотипов. Там, конечно, параноидальный психотип хорошо развит, но шизоид, разумеется, есть. А тот же самый Перелиман, кто он, если не шизоид? Конечно, шизоид. Человек, который скрывался от премии в миллион долларов, вы знаете, да, физика нашего замечательного? Конечно, физика, как вы думали. Профессия такова, что это, разумеется, шизоид. А чем шизоиды... Что? Электрики. Электрики? Мне кажется, электрики в ряде случаев это либо параноики, либо мазохисты. Электрик-шизоид, это страшная сила. Нет, электрик-шизоид это жестоко. Это не надо, нет. Это у него будет свой творческий порядок. К еде шизоид откровенно безразличен. Ну, поймите правильно, еда – это то, что приблизительно возможно нужно для человека, но не всегда нужно. Поэтому он ест так, как приходится. Это нормально. А вот есть немножко другая пища интеллектуальная, к ней он относится более серьезно. То есть мысли, общение с собой. Иногда шизоид может сам с собой разговаривать, иногда ему нравится с собой разговаривать. Он задает себе вопросы и на них отвечает. Пожалуйста, в это время не пытайтесь его отвлечь. Он решает серьезные вопросы. А вы тут еще пришли. Что еще шизоидам свойственно? Хронический алкоголизм спивается в одиночестве? Или среди интеллектуальных собутыльников шизоидов? Невроза, вялость, слабость, головные боли, нарушение сна. Часто, свойственно. Шизоиду часто кажется, что он чем-то болен. На всякий случай он будет проверяться. И когда узнает, что он не болен, он серьезно задумается. Тогда, скорее всего, в его голове родится какая-то новая концепция по поводу болезни. Или не болезни. То есть ипохондрия ему свойственна? Ипохондрия немножко свойственна. Но, понимаете, он понимает ее шизоидно. Шизоидно понимает. Ну, сейчас об этом еще поговорим. Когда шизоид начинает чем-то одним заниматься, он может этим делом заниматься пять минут, а потом отвлечься и начинать заниматься другим делом. О первом деле он уже не вспоминает. А потом уже пора уезжать с работы. Он уезжает с работы. Ну, потому что время уезжает с работы. Но он может домой не попасть, потому что он по дороге попадает в кафе. И в кафе сидит с такими же интеллектуалами и беседует с ними на какую-то тему. И вот эта вот скачка получается очень интересная. В прошлый раз я говорил, что у американцев есть такая поговорка «спорить по-русски». Вот этот спорт по-русски – скачка через ассоциации. Это в чистом виде шизоидное мышление. Так шизоид живет, да. То есть он плывет по воле волн. То есть он сразу, сходу находит какие-то ассоциации, но при этом он как-то особо не связывает. Они идут по-своему. То есть у шизоида не волевое поведение, а полевое. Он попадает в чье-то поле и начинает это делать. А потом – нет, значит нет. Как у меня был коллега, который опоздал на лекцию. Я говорю, у вас студенты искали. А, ну да. Я говорю, у вас лекция там. Да, лекция. Но я пошел читать. Я говорю, поздно, они уже ушли, я их отпустил. А, ну тогда не пойду. Логично, если пошел читать, а студентов нет. Вот это полевое поведение. То есть вот немножко хотел бы – пошел. Но так как студенты ушли, какой смысл читать лекцию? Правильно? Правильно. Это логично. Идем дальше. Любит творчество. Скептик. Любит обязательно интеллектуально осмыслять все, что он видит, что он понимает, что ему говорят. А любит эксперименты. Эксперименты над собой, в первую очередь. Любит разные альтернативы. Творит очень непринужденно. Ну вот вы вспоминали Джигурду. Помните, как Джигурда периодически выступал. Он начинает сходу сочинять стихи. Ему что-то говорят, а он пошел. Еще раскачивается. Помните, Ляпец Трубецкой был такой чудный персонаж в 12 стульях. Тот сидел на стуле и стихи читал. То же самое. То есть сходу, слет он начинает сочинять. И вот у него идут рифмы пошли сами по себе. Пошла какая-то логика своя. Вот оно идет так, как нужно. Для Шизоида это нормально. Он живет в своем мире. И не спрашивайте его, зачем он это сочиняет. Это глубоко концептуально. Он говорит языком Бога. Как вам скажет Шизоид? Ну, он всегда говорит языком Бога. Это, разумеется, знает. Шизоид не хитрит умышленно. Ему это не свойственно. Но я бы так сказал. У него философски спокойное отношение к жизни. А если кто-то ему предлагает большую зарплату за те же деньги, он уходит работать в другое место, где ему платят больше. То есть принципов там особых нет. Если он предлагает хорошие условия в другой стране, он уезжает в другую страну, где занимается тем же самым. Шизоид всегда на своей волне. Но, что самое главное, они рождают новые идеи, которыми потом как раз и питаются замечательные персонажи. Как они называются? Парнеидальный психотип. У Шизоида множество идей. Рождаются они по ходу. Вы начинаете с ним разговаривать, он увидел одну мысль. Вторую мысль. Стал развивать еще одну. Улыбнулся чему-то, посмотрел на вас, на чем-то подумал, встал и ушел. Не спрашивайте. Парнеидальный психотип это первое? Да, парнеидальный психотип обязательно питается шизоидными идеями. Почему? А кто порождать-то будет эти интеллектуальные вещи? Только шизоиды, да. А они не бывают, как бы сказать, адекватными. Они строим не ходят. Если шизоиды с троем пойдут, это фильм ужасов. Это трейлер. Очень любят всевозможные лингвистические казусы. Ну вот, допустим, смотрите, какая красота. Отчаяние происходит отчая. От кофе от кофейни. Настрой, когда нас трое. Я даже стихами заговорил, да? Когда нас четверо, нас четверение. Или нас двоение. Я не сошел с ума, не смотрите на меня так. Я просто вам объясняю. Когда приятное зазорение. Идем дальше. А поднос, ну вы поняли, да? Может быть, под глаз. Красота. То есть человек говорит, он находит новые какие-то смыслы. И они ему нравятся. Ну вот. Вот как у меня Женя Шизоид когда-то сочинил хопку японскую. Я всегда его вспоминаю. Они очень любят делать, потому что геометрические фигуры. Третью неделю круги по воде. Треугольники шутят. Смотрите, есть, да? Чуть-чуть. Не хватает продолжения. Извините, это японское искусство. Что еще любят? Какие фразы? Бытие, мир, духовность, материя, причины, следствия. То есть здесь, конечно, философия. Шизоид любит философию. Когда Шизоид мыслит философскими категориями, живой человек рядом находиться не может. Потому что он просто не понимает, о чем говорит Шизоид. Но это его язык. И в этом он совершенен. Шизоид не изображает из себя умного. Он просто такой по жизни. Истероид будет изображать из себя умного. А Шизоид ни за что. Ему это вообще не нужно. Запишите, что Шизоиду мало и интересно, что о нем думает или как он выглядит. Честно говоря, иногда он вообще подозревает, что людей нет. Шизоид может творить для человечества и писать в стол. Но не публиковать. Он пишет и не публикует. Но важно то, что Шизоид очень парадоксален. Он очень глубок. Он очень любит цитаты. Он очень много знает книг. Он очень тщательно изучает литературу. У него очень цепкая память. Теперь по поведению. Шизоид, как вы догадываетесь, такая вот очень необычная личность. Иногда он чувствует, что другие смотрят на него какими-то другими глазами. Ну, для кого-то это чудо. А, это не чудо, это Шизоид. Он пришел в мир. Поэтому он начинает стесняться. Он становится очень стеснителен. Он замыкается. Он уходит. Он любит одиночество. Вот запишите это обязательно. Как я уже сказал, Шизоид обычно искренне, но он не врет. Ну, правда, вы не всегда можете понять, что он говорит. Но дело не в этом. Даже в этом он искренне. То есть, ему не нужно лгать. Справедливость для него – это некая абстракция, которая вроде бы существует. Шизоид в семье – отдельная тема. Если вы заводите себе домашнего Шизоида, вы должны знать, что Шизоид в семье – это вам не эпилептоид, который заботится о семье. Нет. Шизоид в семье существует наподобие кота. Он приходит в семью и уходит из семьи. А потом возвращается в семью. Его надо покормить. За ним надо убрать. И Шизоид принадлежит вечности. И вот эти земные мелочи его мало беспокоят. Но в них он совершенен. Шизоид в коллективе. Ну, как Наташа. Вспомните Наташу, вы поймете, что в коллективе Шизоид исключительно интересен. Карьера, богатство – это вообще все мимо него. Юмор очень любит смысловой, содержательный юмор. Очень любит играть словами, как я уже говорил, играть смыслами. И тут особое удовольствие получает. Этикет для Шизоида… В общем, не знаю, что такое этикет, и не надо это знать. А мода для Шизоида существует? Как вы думаете? Если только особая Шизоидная мода. Ну, каждый Шизоид эту моду воспринимает по-разному. А Шизоид и власть, как вы думаете? Может быть Шизоид во власти? Шизоид может стать министром или президентом? Судя пошага, я с видом могу сказать. Или после того, как они стали, они становятся, у них это усиливается. Ну, если человек говорит какие-то фразы и их понимает, да, и понимает хорошо, то, наверное, все-таки это не в чистом виде Шизоидный тип. Шизоид, он не склонен объяснять свои мысли полностью. Тут сами домысливайте, он вам дает подсказки. А вот этот, например, персонаж Кличко, которого все время никто не понимает? Нет, нет, с Кличко, это немножко другая история, навряд ли. Это Шизоид, это просто косноязычие, а не более того. Ну и еще, что такое бокс? Это микросотрясение головного мозга. Ну, чего вы хотите от человека? Он спортсмен, он преуспел в чем-то, ну и слава богу. А с политикой, ну, там по-разному бывает. Вот, конечно, Шизоид и власть не особо совместимы, хотя для Шизоида можно найти некоторую нишу. Это широколобый персонаж, который сидит в отдельной лаборатории и работает на власть. Один вариант, да, допустим, какое-то секретное научно-исследовательское учреждение. Доктор Звол какой-то уже. Это может быть, разумеется, звездочет, шаман какой-то. Да, то есть он живет в своем мире и периодически приходит к людям, но ненадолго. Что? Сколково сидит. Сколково? Не знаю, да. Вот. И, да, как Шизоиды занимаются сексом, узнаете? Не встречается. Умозрительно. Умозрительно. То есть он привлительно представляет. Как Шизоид в любви признается, знаете? Никак. Он просто не знает, как это словами выражать, поэтому это и не надо. Вот. Он вам всего лишь навсего расскажет. Кстати, помните, замечательное, совершенно шуточное стихотворение в виде цифр? Там, 50, 10, 11, там, в стиле разных поэтов. Ну, понятное дело, что Шизоиду в голову пришло. Как по иному-то может быть? Просто обычно это в голову только им приходит. Что еще для Шизоида свойственно? Цвет. Цвет очень любит фиолетовый. Такое тяготение к фиолетовому цвету. А фиолетовый, как вы наверняка помните, да, что это такое? Это потребность... Что? Потребность саморастворения в чем-то. То есть он в чем-то растворился, а его нет. Вот. А в русской транскрипции фиолетовый цвет, ведьмин цвет, вдовий цвет. И та и другая вне мира. Они где-то там, на своей волне существуют между двумя мирами. Шизоид так и существует. И очень успешно существует. И, кстати, очень гармонично существует. Хотя, конечно, нужно прекрасно понимать. С этим цветом так. Жестоко? Нет. Еще. Я бы когда его любила, а после наших лет я его видеть не могу. Шизоида? Нет. Я не думаю. Слаб, только он. Хорошо. И еще один момент. Шизоид, запишите, чувствует себя традиционно очень гармонично в одиночестве. Он очень целостен. Он наполнен своим особым смыслом, своей особой энергией. Это самодостаточное существо. Это вселенная. Которая периодически порождает какие-то идеи и иногда приносит их людям. Но не всегда. Потому что не нужно. Часто людям идеи приносить. Так считает шизоид. Или он просто обитает среди подобных себе шизоидов, которые его иногда понимают. Вот особый мир. Шизоидный мир очень красив. Это всегда особое явление. Когда общаешься с таким махровым шизоидом, это всегда не смешно, но приятно. По-особому приятно. Проблема только одна. Шизоидный психотип возникает у человека тогда, когда он внешне ощущает себя в неблагоприятных условиях. Тогда он замыкается и становится еще более автономным. Скажите, пожалуйста, готы – это кто такие? Шизоидные. Такие замечательные увлечения. Эмма. Эмма, да. Их уже нет вроде бы. Само ликвидировались. А вот хиппи были хиппи. Хиппи, конечно. Они добрые. Очень классные вот эти клеши. Помните, замечательный фильм был когда-то «House of Dark Shadows» 70-го, кажется, года фильм «Дом темных теней». Потом был фильм с Джонни Деппом «Темные тени». Там, где как раз этот вампир поднялся и приходит хиппи и говорит «Я пролежал в гробу 200 лет». «О, чувак, ты пролежал в гробу 200 лет, я очень голод, о, чувак, ты очень голоден, я должен вас убить». «О, чувак, зачем ты хочешь нас убить?» Очень интересное общение с шизоидами, конечно. Сказание кофекарской религии. То есть, смотрите, эпилептоид, а нет, он даже больше не эпилептоид, он больше как раз парнеидальный тип вампира. И встречается с шизоидами. И шизоиды немножко ему радуются, ну, им как-то толерантно, что с ним происходит. Понимаете, просто спрашивают, чувак, зачем ты хочешь нас убить? Чувак, это нехорошо. Ну, он и зачем-то убивает потом. Ну, панки тоже относятся. Панки, конечно. Ну, собственно говоря, история-то такова же. Вот, кто еще? А таксисты? Кто? Таксисты? Таксисты, бывает, среди них шизоиды, я согласен, да, с вами. Это вас сильно это задело, да? Нет, про нацистов. А, нацисты шизоиды? Конечно, шизоиды нет. Это эпилептоиды. Да? Эпилептоиды. Скинхеды, это эпилептоиды. Агрессия. Простите, шизоид, когда он враждебно настроен, он поддавит вас интеллектом. Он вам несколько фраз скажет таких, что вы их ничего не поймете. Зато он будет чувствовать себя на высоте положения. Все, кто не попадет, да? Вот на этом агрессия шизоиды завершится. Шизоид в секту не попадет. Ну, почему не попадет? Он ее создаст. Нет, он ее не создаст, но он будет общаться с Богом. Тогда, да, там уходят. А если параноидальные шизоиды туда, они общаются с Богом или спасают мир. Я вам рассказывал историю, когда как-то раз на празднике ко мне подсел человек в таком суровом уже состоянии и сказал мне искренне и прямо, я пришел в этот мир, чтобы его спасти. Я ему ничего не говорил, но так же пожал руку, в глаза посмотрел со значением, и оттел от него подальше. А вы легкие, может быть? Шизоиды, конечно, конечно. То есть, вот, поймите правильно, шизоид иногда не полностью понимает, зачем он что-то создает. Он понимает, что он должен создать, он создает. Зачем он это создает? Он может создать это на 200 лет раньше того времени, когда в этом будет необходимость. Но он создает и видит в этом особый глубокий смысл. Вот как мне там показывали, Бог в пузе, да? Похож на шизоид. Ну, секты – это отдельная тема, да. Вот. Ну, то же самое егидос, шизоида называет ум человечества. Да, а вы что думаете? Конечно. Вот. Ну, ух, все отрезаны шизоиды. Да. Ну, любые эксперименты, которые человек проводит над собой, над своим телом, это шизоидно. Он может и отрезать, там, палец отрезать, посмотреть, что происходит. И он нормально. Для них это… Человечно, когда себе безминусно походит процедура, как это делать? Ну, извините, если она хочет стремиться к бесконечному совершенству, нужно ходить на операцию. Тоже даже? А вы думаете? Конечно. Но она же должна видеть какой-то особый глубокий смысл. Шизоид всегда во всем видит глубокий смысл. Вспоминайте «Двенадцать стульев». Чудный совершенно фильм. Одна из версий, где я приводил, например, киса Воробьянина, сидя в экспериментальном театре, увидел на сцене стул. Не удержавшись, киса бросается навстречу этому стулу, но падает в оркестровую яму. Рядом сидят два критика-шизоида и говорят, какой потрясающий ход. Интеллигенция отрывается от народа и падает в пропасть. Шизоид всему найдет объяснение. И объяснение глобальное, глубокое объяснение. То есть это вот особенность, это талант. Хотя на языке психиатров это называется перетекание. Шизофреникам свойственное перетекание часто бывает. Труизм и перетекание. Но шизоид с перетеканиями тоже связан. Поэтому он может сходу вам начинать что-то сочинять, рассказывать. И его идет, его повело, понесло его куда-то. И постепенно вы не понимаете, что с ним происходит, а он весь в творчестве. Вот этот творческий процесс. Может в шизофрении перетекать? Ну, вы знаете, все-таки надо психотип отличать от шизофрении. Шизофрения это уже заболевание. В данном случае всего лишь на все психотип. Но я в начале лекции, в нашей прошлой, говорил о том, что в кризисных условиях действительно большая вероятность того, что человек уйдет в шизофрению, если у человека шизоидный психотип. Но что самое главное, шизоид это интеллект. Шизоид это способность мыслить неординарно. Это независимость от социума, он мыслит независимо от него. Это мимо него абсолютно, все, что происходит. То же самое Тесла, да, Никола Тесла? Смотрите, кто он больше был, шизоид или нет? Человек, который мыслит неординарно, это всегда шизоид. Сальвадор Дали. Ну, разумеется, шизоид. Но правда уже на грани. Но шизоид. Истерии там было много. Истероидного как раз типа, но шизоида там много. Главный смысл шизоида в чем? Он во всем видит особый глубокий смысл. И этот смысл действительно существует. Признак талантливого произведения, талантливая картина в чем заключается? Вы на нее смотрите, ну, допустим, картину Дали, любую возьмите. И вы сразу найдете несколько интерпретаций одной и той же картины. Несколько. Она говорит, вы смотрите на картину и говорите, это картина. Вот отличие гениального произведения, шизоидного, от произведения эпилептоида. Эпилептоид нарисовал картину. Ну, допустим, советский человек, строящий будущее. Вот это классическое лицо, целеустремленное. Еще в глубинке остались эти, в некоторых учреждениях, картинки замечательные. Посмотрите на это. Это нарисовал эпилептоид. Шизоид рисует то, что интерпретируется по-разному. В этом вся прелесть. То есть, шизоид – это особое состояние. И не обязательно должен это быть не чесанный человек, абсолютно не заботящийся о своей внешности, но он своеобразен. Это нужно просто знать. А может быть сначала так, что он эпилептоидный, а потом шизоидный? Ну, когда какая-то ситуация влияет? Ну, если только в слабой степени, эпилептоид, шизоида – это надо очень серьезно постараться, чтобы превратить эпилептоида в шизоид. Другой тип. Честно говоря, мне кажется, вы издеваетесь над эпилептоидом. Они любят, когда над ним издеваются, но не до такой степени, чтобы превратить его в шизоид. Не обязательно эпилептоид, может другой тип. Другой тип однозначно. Да, только не знаю, как его зовут. Ну, так можно спросить. Да. Можно спросить, вот посмотрите, вот в живописи, вот здесь, в детской арте, в общем, вот если человек, вот, например, один человек недавно сказал, вот, ну, там, ну, как бы мама художник, а мы, вот, мы с мамой очень различаемся. То есть я смотрю на картины, на любые, и они меня не трогают. Вот в живописи, она говорит, меня не трогает. Другие смотрят, говорят, ой, как красиво, там, пейзажи, или, ой, там, вот, импрессионизм, вот я вижу, ой, а вот, а я смотрю, меня особенно живопись не трогает. Ну, если не трогает, и хорошо, главное, вы ее не трогайте, чтобы... А о чем это говорит, вот если человек не трогает живопись вообще? Ну, это навязчивая идея. Живопись, она, как бы, не может трогать человека. Ну, нет, но имеется в виду, что человек, вот, ну, как бы, вот, ему все равно, что там из-за картины, о чем это говорит? А, ну, вы знаете, в детстве не сформировали способность тонко чувствовать, понимать. Это эмпатия должна быть обязательно. Это должно быть умение вчувствоваться в картину. Если этого нет, значит, ну, скорее всего, это родители, которые не сформировали, школа, которая не сформировала этой любви. У нас есть люди, которые не понимают классической музыки, и есть, ну, что делать. Такое бывает. Ну, это не говорит о том, что это их не трогает. Это говорит о том, что они этим не увлекались, и это им непонятно. Это не говорит о том, что это до смерти будет им непонятно. Говорит только о том, что пока на этом этапе своего развития, это для них неинтересно, это мимо них. Вот, ну, шизоидов много среди художников. Еще бы. Это же концепция, как мне сказали, когда я увидел раскрытую банку с краской. Рядом какая-то картонка полураскрашенная наполовину, и какая-то проволока. А среди обычных шизоидов много? Ну, нет, не так много. Если много, это уже такая тенденция настораживающая. Вот. Ну, я удивился, но я думал, что просто строители не унесли там, да? А мне сказали, это концепция. Азер, представьте, если несколько шизоидов, каждый создает свою концепцию. Они же не понимают, зачем они это создают сейчас. Они создают, потому что они понимают, что они должны создавать. Когда получается новое направление в искусстве. Несколько шизоидов собрались, и каждый что-то сотворил. А мне студентка... Черный квадрат, да, тоже получается? Ну, мне студентка однажды сказала на экзамене, ребенок – это продукт мышления. Так я понял, я ей сказал, что это второй случай после непорочного зачатия. Ну, дело не в этом. Так появился шизоид. Шизоид появляется по-другому, судя по всему. Ну, с точки зрения понимания моей студентки. Ребенок – это продукт мышления. Ну, ладно. Есть какие-то у вас вопросы о шизоидах? Интересный тип? Встречались среди ваших как бы? А еще можете добавить что-то о них? Я думаю, когда человеку задаешь вопрос, и он, наверное, 7, думает, как ответить, мне кажется, это тоже относится к шизоиду. Может быть, просто динамически. Можно какие-то лучшие линии? Ну, шизоид может, да, немножко вот через день ответить, уже в своих мыслях. Да, вот в себе человек. Нет, ну, смотри, что правильный ответ приходит. Ты ковыряешься в мыслях, и думаешь, а, надо было так ответить, так да. Нет, он так не думает. Он думает, тогда мне такое настроение было, а я воспринимал это в этом свете, или вот таким образом. А сейчас я это вижу с концепцией другой школы научной, и поэтому я понимаю, что они правы, но мне это мало интересно. Я сейчас занимаюсь другим направлением. Но это не сказать, что шизоид – это не нормальный человек. Нет, конечно. Это очень интересный человек, но он готовный. Он очень глубокий, но только его глубина не каждому понятна. Если шизоид что-то будет рассказывать эпилептуиду, мне кажется, это общение мимо совершенно. То есть они друг друга просто не поймут. Эпилептуиду информацию, пережеванную шизоидную, должен давать параноидальный тип. Да и тот берет только несколько участков из теории шизоида. И объяснять, что нужно делать, четко расписывая правила. Эпилептуид все понимает и выполняет. Эпилептуид. Так получается порядок в мире. Я говорю, что у меня подруга улучшает, она вот шизоид. А у меня, походу, и эпилептуид. Она вообще неадыкала. Он просто начинает попадать в истерику, когда она ему что-то говорит. Это просто начинается дикая паника, оры, крихи на весь. Но он пока не приду и не объяснит, что она на самом деле мягкая. То есть она говорит неправильно, он читает, да? Ну да, да. Ну тогда это эпилептуид, да. То есть есть люди, которые говорят неправильно. Это вызывает отторжение, злость, агрессию. И человека нужно сразу поставить на место, чтобы он говорил правильно. Вообще все люди должны говорить одинаково. И он просто ее слова часто интерпретирует сам неправильно, потому что не понимает, о чем она говорит. Да, да. Но я говорю, что шизоид с эпилептоидом, они не связаны. Ну, это люди абсолютно разных вселенных. Скажите, пожалуйста, металлисты это кто? Шизоид. Металлисты. Хэви метал рок. Мы тоже шизоиды. Это эпилептоиды. Эпилептоиды или эпилептистероли? Эпилептоиды. Эпилептоиды. Потому что униформа есть. Потому что они объединяются в группы себе подобных и слушают хорошую громкую эпилептоидную музыку. Эпилептоидная музыка всегда правильная. Байкеры туда же, да? Байкеры туда же, конечно. Униформа есть. Смотрите по признакам. У шизоида униформы нет. Шизоидная униформа, она подозрительная. Это гаечник и гитурный смысл. В смысле? Это гитурный форма. Форма, да. Конечно. Мы раньше пионерами были, да? Да, и мы были пионерами, и октябрятами были, и комсомольцами были, форма, да. Ну, комсомольцы в значке были, но тоже в некотором смысле. Миря, ну, скажите, а шизоид может придумывать какие-то истории? С легкостью, это его. Шизоид создает свои миры. И в этих мирах он живет. И они для него более реальны, чем то, в котором вы к нему обращаетесь. Он живет в другом измерении, а вы тут к нему приходите. Еще вопросы какие-то задаете. Он смотрит на вас, иногда с сожалением, иногда с мягким пониманием. Ну, может, вас благословить. Ну, собственно говоря. Да. Моя подруга, муж, он приходит с работы, вечером, начнет целый день с ребенком находиться, задает ей вопрос, почему у тебя нижнее белье лежит не на той полке, допустим. И начинает разворачивать, то есть придумывать историю. Значит, у тебя кто-то был, наверное, это было часа в четыре, и после этого времени ты еще два часа пройла на кухне, успела сварить борщ, и потом вот я пришел, и ты успела все как бы дома прибрать, и сказать, не будешь. Ну, действительно, такой... Вы знаете, я рекомендую в этом случае взять молоток и разбить телевизор. И это будет рекомендовать. Ну, если человек очень много смотрит детективных каких-то сериалов безумных, то постепенно он становится детективом, как ему кажется. Да, это что, шизоид? Да нет, ну какой шизоид? Да нет, это уже, наверное, право. Парноидальный тип подозревает, это парноидальный, конечно. И немножко эпилептоидный, потому что не в порядке там что-то. А если не в порядке, то не просто так. А шизоид скажет, порядок, понятие относительное, так же, как и беспорядок. Либо то, что наверху, подобно тому, что внизу, а то, что внизу, подобно тому, что наверху. Короче, следующий психотеп. Следующий психотеп. Называется он гипертимный психотеп. Пятый. Гипертимный психотеп. Тимус – это настроение, а гипер – это повышенное настроение. Это человек, который отличается двигательной гиперактивностью. Обычно они на месте не стоят, они любят потанцевать, попрыгать, подергаться. Вот по жизни это. Они могут подпрыгивать, они могут шевелиться, они могут очень сильно размахивать руками. Снимите это на видео в ускоренном режиме, пожалуйста, просто. Вы увидите, кто такой гипертимный психотеп. Он вам рассказывает какую-то печальную вещь. Вообще это танец, больше похожий на индийский. Танец из индийского фильма. Это может быть танец грустного Раджи, который внезапно узнал, что у него есть брат с двумя родинками на лбу. А может быть, наоборот, танец веселого Раджи, который узнал то же самое. А может быть, не узнал, и его уже убили, но пока он не знает об этом, поэтому танцует этот танец. Но через 10 минут он упадет. Понимаете, логики здесь нет. У гипертима слишком много энергии. Это перпетум мобили, это вечный двигатель, это бровновское движение, это хаос. Человек, который сеет вокруг себя хаос, потому что энергии слишком много. Это дети. А гипертим, отличаясь от такой особенности, ему все нравится. Если что-то происходит не так, то ему это тоже нравится, это тоже необычно, потому что это здорово. У него поломалась машина. И это здорово. Потому что теперь ему надо чинить машину, познакомиться с интересными людьми, пообщаться с ними, узнать что-то новое. Ему починили машину. Это здорово, потому что теперь он может не только как бы, да, вот, общаться с людьми, но еще ездить на машине. Есть ли у гипертимного типа нравственные проблемы? Это здорово, что их нет. Вообще, зачем они нужны, эти нравственные проблемы? Без них так хорошо. Страдает гипертим весело. Помните, был анекдот? Совсем один, совсем один, совсем один, совсем один. Дальше. Хаос дома, хаос на работе. Беспорядок не наполненный смыслом, как у шизоида. Шизоид две странички друг на друга просто так не положит. Это особая концепция. Это строение мироздания. Вам это не понять. Если стул для шизоида стоит не под тем углом, это концепция. Извините, гипертим ставят кое-как, потому что вот просто времени не было. И настроение хорошее. Когда настроение хорошее, можно делать все, что угодно. Стуль оставить не так. Отношения с людьми. Все друзья. Если берет в долг, очень удивляется потом. Но потому что человек радостный, оптимист. А что еще? Половые связи. Ну, как вы догадываетесь, то же самое, да? Веселый. В порядке. В порядке. Ну, что вы хотите? А очень любит учиться. Сегодня он учится на психолога, а завтра он уходит во что-нибудь другое, а послезавтра в что-нибудь третье, потому что все это интересно. Он нигде не остается. Он везде вот обрывками как-то, вот урывками пытается что-то найти. То есть, здесь тоже увлечений множество. Дальше. Кратковременный организатор. Давайте сейчас все вместе соберемся и пойдем в продуктовый магазин. Вот. Да, вот я смотрю уже, да? Кипертим появился у нас. Вот. А после этого, извините, все. Запал прошел. И только унылый шизоид что-то там буркнул на своем философском. И скрылся в темноте коридоров. Если гипертимом руководит эпилептоид, гипертим становится более серьезным. Но эпилептоид может его бить, может его мотивировать при помощи каких-то моральных вещей, допустим, премия или отсутствие премии. Тут гипертим начинает немножко напрягаться. Это ненадолго. Но если при этом гипертим применит еще дополнительные средства морального воздействия, ну, допустим, электрошок, то тут гипертим становится иногда любителем порядка. Но, опять же, это ненадолго. Если гипертима увлекает парноидальный тип, то и здесь он может немножко пойти за парноидальным типом, но очень ненадолго, потому что буквально на следующем повороте он встретит интересных людей. И я сомневаюсь, что это будет группа воинственных шизоидов. Если группа воинственных шизоидов и существует, то я думаю, что каждая из них разбредается, как ежик в тумане. То есть там вот расползаются они постепенно. Схиза – это расщепление. Они не объединяют, они анализируют, расщепляют. Это непостоянные. Очень непостоянные. К чужому горю. Но для такого человека, в принципе, нормально рассказать интересный анекдот на похоронах. Встречали такого, да? Что еще? Иногда на него находит человеколюбие, как на кота. Когда на кота находит человеколюбие, он начинает руки человеку лизать, трется в него. Но потом постепенно уходит. Вот когда у гипертима хорошее настроение, он может сделать хорошее доброе дело. Допустим, взять 50 тысяч и отдать в детский дом. А потом скажешь, вот дурак. Или скажет, я тебе дарю эту машину, забирай. А потом скажет, зачем я подарил машину другу этому человеку. Да, ну это не на друга. Дальше. Что еще он может сделать? Если он в особом настроении, он видит человека, у которого нет нормальной одежды. Он с ними свою скажет, забирай и пойдет. Но, повторюсь, он не постоянно. Знаете, это такой классический гусар. Такой вот рубаха и рубака парень, который. Вот у него порыв в душе пошел. Помните, как у поручика Ржевского Наташа? Я замучился его сыскать в анекдоте. Я перевел немножко по-другому. Ну, не важно. Это типичный гипертим. А выгоды от своих поступков он не ищет. Он вообще не понимает, что он делает. Поэтому, в принципе, выгоды там быть не может по определению. Там просто порыв в душе. Он делает доброе дело и получает от этого удовольствие. Ну, вообще с религией он не связан никак. Даже с кришнаитами. Кришнаиты поют, танцуют. Гипертима иногда может нравиться с ними потанцевать, но это ненадолго. И с религией никак не завязано. А боги он вспоминает, когда о боге говорят. Ну, это ненадолго. Если, допустим, гипертим уходит в религию, то это поп-растрига. Классический. Который любит выпить хорошенько. Который любит о боге поговорить. Ну, и так далее. А? А халатист? Нет, ну что, халатист нет. Это навряд ли. Все-таки это человек таких достаточно серьезных моральных убеждений. И то, что он снимается, ни о чем не говорит. Просто получается так, что он, как бы вам сказать, священник в миру. Официально в мирской одежде. А поп-растрига это человек, который именно в своем одеянии религиозном чувствует себя очень хорошо. И женщин любит, и выпить любит, и о боге поговорить любит. В общем, все хорошо. Да, и можно с Кришнаитами потанцевать, кстати. Помните, у Робин Гуда там был, да, такой поп, который... Такой, герой там был. Тук. Отец Тук. Да, вот-вот-вот. Он сам. А дальше. Очень любит разговаривать. Вообще, общение для него самая главная ценность. Если не с кем поговорить, это тоскливо. Если гипертиму попадается шизоид, ну, тут вообще мимо. Шизоид, конечно, может с ним поговорить, но очень быстро поймет, что этот человек просто, ну, бессмысленен. Цель его жизни нулевая. И интереса к этому человеку у шизоида нет. Он его уже классифицировал. Не понял, что это такое. Гипертим же увидит в шизоиде явного неадеквата. Может быть, в этом что-то есть, подумает гипертим. И попробует шизоидом потанцевать, посмеяться, пошутить. Но шизоид будет странно реагировать. И тогда гипертим подумает, что лучше всего он пойдет в соседнюю компанию, там через дорогу. Я могу сказать больше, и слава Богу, для шизоида это лучше. Как гипертим работает? Он любит разговаривать о том, как он работает. Он может целый день вам разговаривать о том, как он работает. Вообще, это очень эффективный человек с точки зрения разговоров о том, как он работает. Как он знакомится? Легко и быстро, сходу. А на «ты» переходит с лету. То есть, это все уже на «ты» идут. Вы, извините, это не для него. Очень любит рассказывать случаи жизни. Артистичен, пластичен. О себе не рассказывает. Рассказывают у него все знакомые, все друзья. Вот у меня есть такой друг, который ведет себя вот так-то. У меня есть такая знакомая, которая поступает так-то. Встречали таких? Человека не остановите. В принципе, вы можете смело уходить, он этого не заметит. Он продолжает рассказывать. Или найдет еще одного слушателя, будет с ним общаться, заодно и познакомиться. Заодно и поужинает. Да, 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 он любит. Конфликтогены есть, но очень быстро прощает. То есть, он беззлобен. Если гипертим вам что-то обещает, вы можете напоминать ему об этом часто. В ряде случаев он будет смотреть на вас с удивлением. Может быть, он увидит в вас потенциального друга и подумает, что он с вами еще не знаком. Такое, конечно, возможно. Но просто имейте в виду, что вам об этом нужно упоминать очень часто. То есть, к сожалению, беда. Дальше. Если гипертим закатывает скандал, это очень шумно, но ненадолго. Пошумел. Два мужчины подрались, набили друг другу лица. После этого они друзья, не разлей вода. Это встретились два гипертима, да? Два шизоида, если они подерутся интеллектуально. Это немножко другое путь. Гипертим сходу может сочинять истории про каких-то своих друзей, даже про вас. Он вас видит, он уже про вас сочинил историю. То есть, слет уйдет абсолютно. Личность творческая. Юмор грубоват. Вот шизоид шутит интеллектуально. И не всегда понятно даже для людей, которые в соседней науке находятся какой-то. А вот у гипертима шутки буквальные. Если вы шутите над гипертимом, он тоже будет хохотать. То есть, здесь с самооценкой все нормально. Она у него не понижается. Комплекса неполноценностью и гипертима нет. Он всегда прекрасен. Даже 1 января. И, кстати, это здорово, потому что лишний повод пообщаться с новыми людьми, поговорить о жизненных важных проблемах. Да и вообще, разве проблемы, они важны? Вы же прекрасно понимаете, что вообще счастлив человек тогда, когда у него нет проблем. Поэтому давайте будем сейчас говорить о чем-нибудь другом. Ну, пожалуйста, легкое перетекание немножко. Смелость. Очень смелы, даже бесшабашны. Опасности не видят. Могут совершать героические поступки, потом удивляться, как они это сделали. Как-то раз вечером я совершил не совсем героические поступки, я просто припарковал машину. Когда я утром вышел к машине, то я на всякий случай переспросил, это я вчера парковался? То есть я бы днем там не припарковался. Там просто расстояние было минимальное. Но оказывается, когда я приехал поздно вечером, я был гипертимом. И мне это удалось. Могут, да. Но это был единственный случай, когда я был гипертимом. Очень легко поддаётся влиянию других людей сходу. Очень гипнабельно. Ну и на других людей также воздействует при помощи своих эмоций, своего внушения. Это идеальные паникюры. Они получают особое удовольствие от каких-то эмоциональных рассказов. Воля слабая. Гипертим вам рассказывает о том, что он бросит курить. Слушайте долго эту историю. Это серия, как студент готовится к экзамену. Он напишет статус ВКонтакте, что он готовится к экзамену. Это стероид. Начнёт всем рассказывать, как он готовится к экзамену, и как тяжело ему готовится к экзамену. Это гипертим, да. Шизоид бы объяснил это просто на языке иммонавилоканта. И какой-нибудь другой шизоид, случайно, забредя на страничку, поставил бы там лайк, но это редко бывает. Шизоиды обычно, они где-то не там. У них отдельные свои тематики. Есть где они вращаются? Возьмите, допустим, типичный шизоид, это айтишник. Ценности у шизоида, ценностной ориентации, ну, честно говоря, отсутствуют. Мышление конкретное или наглядно действенное. Учится такой человек урывками, карьера это не для него, рефлексировать он не умеет, но зато у него хорошая механическая память. Если он где-то, случайно, услышал какую-то историю, он ее хорошо запомнит и будет всем воспроизводить. Видите, как здорово? А они сами по себе обрисованы? Ну, если вы их доведете, они сначала поскандалят, а потом будут хохотать. Или пойдут и напьются. Ну, вы понимаете, там много поводов. Или найдут таких же интересных людей, которые под окнами стоят. Гипертима — это особое состояние души. Это, ну, я бы так сказал, это такая богемная жизнь. Ну, богемная жизнь откуда пошла? Раньше в Чехии богемцами называли цыган, потому что они ставили шатры в открытом поле, кибирки свои, шатры и прочее, да, в открытом поле, и жили вольной жизнью. Вот у чехов появилось это выражение богемная жизнь, потому что они считали, что цыгане пришлись богем. Но сейчас мы уже о цыганах совсем забыли и говорим, что богемная жизнь — это когда вот люди ведут себя несколько хаотично, что ли, да? Ну, это творческая интеллигенция. Они очень творческие. Вы просто не понимаете. Творческие люди, они творческие во всем. Это вам говорит гипертимный человек. Поэтому пойдем выпьем. А талантливый человек талантливый по всему, кто же стоит? Ну, гипертиму не хватает вводя для того, чтобы быть талантливым человеком. Может быть, он сделает это на одном порыве, но повторить он это не сможет. То есть для того, чтобы быть талантливым, нужно шизоидность включать. Шизоидность — это умение посмотреть на привычные вещи непривычным взглядом, без госоглазия. А вот для гипертима, извините, это достаточно примитивное существование. Самое примитивное. Ну, почему же? Есть же все-таки еще эпилептоиды. Они в чем-то примитивны, в чем-то нет. Речь у эпилептоида очень эмоциональная. Самое интересное, когда они стихи запоминают. Они не могут запомнить, потому что там смысловое содержание, а они его не улавливают. Зато они запоминают ритмику и пытаются тогда вставить туда лишние слова какие-то. Начинается новое стихотворение. Встречали таких, нет? Выучил одно стихотворение, рассказывает другое. Там новые слова появились, новые персонажи пошли какие-то. Он же сходу, просто поймал эту волну. Он может это запомнить, и все, вынараспомнил. Он ритмику запомнит. Говорит быстро, сбивчиво, захлебываясь, нечлены раздельно, заодно на вас поплюют, пока говорит. Ну, как бы, ну, от души. Не понимаете. Да, конечно. А внешность его вообще не беспокоит, он всегда одет правильно. То есть здесь он немножко напоминает шизоиде, только шизоид не знает, что он одет правильно. Он одевается как-то вот, не то, что под настроение, а что найдет в доме. А этот с легкостью оденет под семейные трусы пиджак. Потому что это правильно. И нормальные люди всегда это хорошо понимают. Ну, это рубаха-парень такой классический. Это человек не домашний. Он вообще в доме опасен. И гиды сравнивают, что жилье для такого типа это сарай у плохого плотника. Ну, покушать, попить любит. Какие рабочие профессии? Это какие-то рабочие специальности. Проституток и гиды соотносят как раз к этому типу. Нет, тот же самый. Если у гипертима появляются деньги, то он ни на себя, ни на семьи не тратит. У него появился порыв. Он пошел и сделал какую-то крупную покупку. А потом ее кому-нибудь подарил. Ну, потому что порыв был. А потом порыв кончился. Вместе с деньгами. Ну, сюда же относятся карты, спор. Это тоже... Любит играть? Да, конечно. Ну что, там же люди сидят. С ними можно общаться. Он любит общаться. А почему он взял кредит? С легкой. Даже несколько. Он на меня вот спорит. Конечно. Вы что, это же порыв души. Вы не понимаете? Шизоид там, конечно, идет мой концептуальный каких-то вопросов. Он не решится на это. Потому что ему энергии мало. А этот, сходу, да. Ну, что там думают? Легко. Очень хорошо. Со всеми. Все с ним тяжело выживаются. А он-то со всеми очень хорошо. Вообще, гипертимы – это масса. Вот тут Аркадий Петрович объясняет, допустим, структура мира. Мне очень нравится его ассоциация в центре мира Бог. Никто не знает, как он выглядит. И не столь это важно. Бог созидает. Он творит. Никто не знает, зачем он творит. И он особо об этом не задумывается. Как вы догадываетесь, Бог – это шизоид. Бог божественно воздействует на кого? Кто у нас должен стоять в любом государстве во главе? Парноидальный тип. Парноидальный психотип. Воздействует на него. Парноидальный психотип схватывает несколько мыслей шизоида и превращает их в государственную идеологию. Трансформируя эти мысли, он пишет правила поведения для эпилептоидов, которые как раз армия, которые его охраняют и требуют выполнения правильных всяких поступков. Замечательно. Рядом находятся истероиды. Истероиды – это средства массовой информации и люди творческих профессий, которые находятся рядом и прекрасно все понимают. И кто же все это смотрит? Разумеется, гипертимы. Они хлопают, им нравится или не нравится. Когда-то Богдан Титамир замечательную фразу сказал «People have it». Гениальная мысль. Но ужасная. Страшнее не придумаешь, когда people have it. И когда людей называют people, которые have it. Но тут ничего не поделаешь. Что еще для гипертима важно? Очень справедлив. Прямодушно справедлив. Поэтому детьми не занимается. Жена для него – очень хороший друг, потому что с ней можно выпивать. Будет. Или другая жена будет, которая будет пить. То есть, понимаете, здесь все легко. Вы думаете, ему сложно развестись? Да, ну перестанет. Завтра пошел – все. Или вообще просто не признают. Тогда многоженец. Истероиды – это неожиданец? Какой он неотразимый. Тогда это ему будет нравиться, истероида. А гипертима, как вам сказать, очень непоследователем. Истероиды это не нравятся. Вот друг друга удивляться. Ну я рассказывал, что зоид на него посмотрит, как на иную форму жизни, но это ненадолго. Я думаю, это взаимный интерес будет такой. На иную форму жизни. Что еще? Секс для гипертима без границ совершенно. Очень любит революции, потусоваться в качестве революционера. Потом, правда, убежит, но эта тусовка для него очень такая важна. Очень легко перебегает из одной партии в другую. Вообще это романтик. Ну потому что романтическая какая-то, да, должна быть. Настроение романтическое. В быту, как вы легко догадываетесь, неприхотлив, может вполне нормально путешествовать с палаткой. Никаких проблем здесь не будет. Хорошие люди есть везде, даже в лесу. Не злопамять. Ну, добро особо не помнит. Легко забывает добро. Ну, общается со всеми, кто его слушает. По количеству друзей, друзей у него очень много. И старых друзей, и новых друзей. У Шизоида есть друзья? Это гениальные, как он считает, философы, гениальные писатели, гениальные ученые. Вот его друзья. Которые уже давно умерли, но он их читает, перечитывает, их книги, то, что они оставили после себя. Вот его друзья. Или, может быть, один-два Шизоида таких же. Они иногда общаются. Но Шизоиды общаются с трудом. Это тяжелая история. Представьте, как общаются два айтишника. В чем-то они общаются, а потом сфера интересов перестает коммутироваться. И все. А здесь, пожалуйста, все нормально. Вот. Ну, и последнее. Гипертим не делит людей на врагов или на друзей. Все люди для него хорошие, прекрасные, если они его слушают. Вот такая вот типология по Аркадию Петровичу. Ну, как видите, к сожалению, там только пять, не более того, психотипов. Но все-таки достаточно интересно. Какой вам психотип больше понравился? Да, вообще, давайте все-таки кто какой психотип у себя узнал. Начнем с этого. Ну, я, например, последний. Только там многое сходит, а многое не сходит. Я по этому разочаровываюсь. Что-то мое, что-то совсем не мое. А кто же может быть? А вы не понимаете, кто где? Ну, не по-моему, где кто? Не можете сказать? Не перси. Я ничего смешиваю. Вы сами к какому себя относитесь? Мне так кажется. Я говорю. Я говорю. Пронитальный навряд ли будет в этом признаваться. Скажите, а как вообще, я после людей с ним узнала, как это, может, тестики какие-то есть? Это же про них, кто нет, но я не знаю. И стероидные, и шизоидные психотипы. А я? Конечно. А я-то? Да нет, не похоже. Кстати, вы знакомы не узнаете? Просто есть такой анекдот. Товарищ, вы такой-то. Это я-то такой-то? Хотя нет, не похоже. Это я-то не похоже. Ну, теперь запишите... Да, вот обратите внимание, что чистых психотипов встречается достаточно редко. Но все-таки ведущий психотип в любом случае узнается в поведении человека. И особенно, что важно, психотип поползает вперед, когда человек начинает уставать. Уставать. Когда идет перегрузка, когда он чувствует себя плохо, тогда как раз эти психотипы начинают проявляться более сильно. С другой стороны, наше окружение, в том числе, формирует и нас. Те психотипы, которые в вашем окружении присутствуют, волей-неволей начинают воздействовать на вас. Поэтому у вас появляются элементы и тех психотипов также. Поэтому не удивляйтесь. По поводу гипертима, конечно, такой, ну, специфический, немножко, конечно, веселый психотип. Но здесь нужно прекрасно понять, что та же самая мораль, те же самые ценности какие-то, да, вот, важные какие-то вещи для человека, для гипертима, они очень условны. Вот здесь он слаб. Хотя, с другой стороны, он очень бацанален, он очень душевен. Ну, по порыву души. Часто говорят, что это русский характер. Хей-хей, там, балалайка-матрешка, порвать на груди тельняшку или ту же самую гармошку, да? Я думала, русские шизоиды неординарные мысли. Да, шизоидов среди русских много достаточно, но я бы не сказал, что все русские непонятно говорят. Хотя, вообще-то, если берем русский акцент, мы проглатываем окончание. Специфика русского языка. Как слово-предложение не ставь, все равно понятно. Здесь есть шизоидные, конечно. Одно слово, может, несколько значений. Вы в других языках попробуйте потренироваться, посмотрите, поймут вас или нет. А мы себя в любом случае понимаем. И других понимаем, если говорят на русском языке. А если на ломаном русском, то какой, на ломаном английском, то только русский поймет на ломаном английском. Есть замечательное русское произношение английского, самый настоящий английский. Но у русских есть еще особое произношение буквы «Р». Жесткое произношение буквы «Р», по которому русского вычисляют. Но больше, конечно, проглатывание окончаний. Проглатывание окончаний – единственное число или множественное число. Когда русский говорит, непонятно. Или еще буква «М» и буква «Н». «М» и «Н». «Чего?» Буква «Н» и буква «Н». Это две разные буквы, как вы прекрасно понимаете. Впечатление, что у русского гайморит. Он говорит в нос немножко. Да, вот это «М» или «Н». «Л». Понимаете, да? А если русского начинают не понимать, он начинает злиться и показывать, что он русский. Вот, может быть, поэтому нас не всегда могут правильно понять. Ну, не надо играться в загадочную русскую душу, хотя эмоции немножко, да, наверное, гипертемы здесь есть. Это вот невероятная удаль. Я помню, парк Коломенская. Весна, где-то март месяц, слякоть, грязь какая-то и прочее. Может быть, даже апрель. Молодой человек отбрасывает бутылку пива в сторону, большую бутылку пива, пластиковую, бежит по грязи, хватает большое бревно, грязное, и с криком «Эх!» бросает его в грязь. Я вот так смотрю, думаю, ну, шизоид бы назвал это концепцией. Я не мог понять, зачем. Конечно, можно объяснить, сила есть, ума не надо. Но с другой стороны, зачем ты пошел в грязь, взял грязное бревно и бросил его в грязь? Захотелось. Показать свою силу, подемонстрировавшись, что он был в детстве. Возьмите, что он был в детстве. А зачем, зачем? А потом он взял снова эту бутылку пива, которую выбросил пластиковую. Вы можете это объяснить? Он пьяный, наверное. Конечно, не трезвый. Но это гипертим, согласитесь, вот эта вот эмоция? Но возникает вопрос, зачем? Ну, нелогично. Итак, запишите следующую классификацию психотипов. Мне она очень нравится. Нет, давайте сейчас без перерыва, ничего страшного здесь не будет. Не будет перерыва? Конечно. Нет, давайте с перерывом. Мне так удобнее просто. Вот, смотрите. Давайте, давайте, пожалуйста, отпустили нас. Давайте перерывом. Итак, запишите, пожалуйста, Марк Евгеньевич Бурно. Рисунок личности по Марку Евгеньевичу Бурно. Бурно, да. Это автор терапии творческим самовыражением. Его подход мне нравится очень в каком плане? Он немножко совпадает с взглядом Липольда Сонди, который говорил, что у каждого человека есть выходы в минус и в плюс. Минус может привести к патологии, плюс может привести, наоборот, к чему-то положительному. Но если мы видим, что у человека присутствует та или иная особенность или генетическая предрасположенность, мы должны ему помочь вывести этот плюс, а не говорить, что это минус, а это плохо. То есть здесь в любом случае по Сонди мы должны видеть в человеке позитивные какие-то вещи и помочь им их развивать. Вот Бурно также помогает, согласно своей терапии и творческим самовыражениям, пациентам с определенными душевными проблемами через творчество находить выход и находить себя. Тяжело, вздохнули сразу. Давайте перерывчик. Надо, да? Нет, я просто подвинула. Итак, по поводу Бурно. Сразу скажу, что Аркадий Петрович Егидас взял свою типологию из типологии Бурно. Только у Бурно гораздо больше типов. И, повторюсь, Егидас не успел дописать их целиком, поэтому он написал только пять психотипов. Бурно здесь развил несколько больше, описал их. Я писал с позиции психотерапевта. Итак, давайте запишем основные типы. Ну, так как сегодня я начал разговор о шизоидах, давайте сейчас про шизоидах продолжим. Мы только с точки зрения Бурно. Шизоидный? Шизоидный. Он его назвал так. Замкнуто-углубленный характер. Да, Яна? Она не с нами сейчас, но она согласилась. Замкнуто-углубленный характер. Итак, это несколько странный человек, отличающийся нестандартными суждениями. Как мне один мой коллега, когда я бегал по институту, мне надо выдавать сертификаты, а там не совпало имя Наталья и Наталья. Значит, надо все перепечатывать. Я бегаю, бегаю, забегаю к нам на кафедру, открываю ключом дверь, а там сидит мой коллега и ест датскую тушенку. За ним окно, и солнышко светит. Отсюда, вокруг его головы, нимб солнечный. На кафедре ощущение благостности, счастья, гармонии. Я в этих эмоциях, я вбегаю, он смотрит на меня и говорит светлыми глазами, смотрит на меня светлыми глазами и говорит, сильные эмоции вредят интеллекту. Я на него посмотрел, хлопнул дверью, побежал дальше по делам, как бы, да, и весь вечер думал. Вот он может сказать так, что вы не будете понимать, к чему он это сказал, но он в чем-то прав. Действительно сильные эмоции вредят интеллекту. Не надо было так эмоционально реагировать на это. Надо было медленно поесть датской тушенки, потом пойти что-нибудь распечатать. Или не распечатывать вообще. Вы понимаете, все в мире относительно. Ну вот. Итак, это не шаблонное мышление. Это способность мыслить определенными непривычными категориями. По большей части это такой аутистичный склад мышления, воли, движений, чувств. То есть это более аутист, нежели чем человек общительный. Аутичность это ауто, сам. То есть человек сам себе собеседник. Сам себе человек. Помните, в простоквашине, когда у дяди Федора тоже имечко придумали, спрашивает почтальон, кто он, да, и он говорит, что он сам по себе, он мальчик, который сам по себе. Это шизоид. Или это замкнутого углубленного характера. Тут в поведении дяди Федора не видно, что он шизоид. Он достаточно примитивен для шизоидов. Если бы мальчик ответил, что он представитель гоминидов. Как бы, да, вот. И я посмотрел на реакцию почтальона Печкина, конечно. Но с другой стороны, это было бы более для шизоида свойственно. То есть это определенная природная самостоятельность, независимость, автономность. Он полностью автономен от мира. Если другие психотипы будут зависимы друг от друга, то этот вещь в себе. Ему всегда хорошо, когда он есть. Но аутист больше отражает не внешний мир, который познает, а свое отношение к этому миру. Свои настроения. И тогда говорит, если у него появилось такое настроение, мир таков и есть. То есть это больше такой субъективный идеалист. У Аркадия Аверченко чудное совершенно есть рассказ. Называется он «Почтальон Надькин». Когда почтальон Надькин сидит с кавказцем на холме, недалеко от города, и наблюдает за городом. Они пьют вино, и телеграфист говорит, вот когда я смотрю на город, он существует. А сейчас я смотрю на тебя, и город перестал существовать. Кавказцы вызывают у него раздражение, в конце они дерутся. Потому что ему очень не понравилось, что когда Надькин на него не смотрит, Кавказ здесь исчезает. И Надькин объясняет, Кавказец спрашивает, а вот Санкт-Петербург существует? Существует, говорит благостный Надькин, когда я о нем думаю. И что, существуют и дома, и люди, как бы, да, когда я о них думаю, они существуют. Но если я перестаю о них думать, куда они исчезают, кричит ему Кавказец. Они просто перестают существовать, говорит Надькин. Дело оканчивается дракой. Надькин что-то знает, а тут что-то перепимет. Да. То есть, вот смотрите, он оценивает весь мир только с позиции того, какое впечатление оказывает этот мир на него. Если сегодня у него хорошее настроение, мир хороший. Если плохое настроение, мир плохой. Правильно, Яна? Правильно, Яна. Итак, очень хороший собеседник. Надо бы на камеру посмотреть. Итак, идем дальше. Хорошая собеседник, когда ее нет? Вы знаете, я с ней мысленно общаюсь. Вы ее любите больше, чем нас. Ну почему же так? Итак, смотрите, особое ощущение реальности, Бурно объясняет, что у аутичного или запутоглубленного характера шизоидного склада более присутствует ощущение какого-то мирового духа, красоты, абстрактной любви, какого-то вечного разума, творчества. Он мыслит глобальными категориями. Он не живет реальным миром. Он вообще вне этого мира. То есть это существо отдельного порядка. Поэтому он очень философичен. Общение с ним требует интеллектуальной работы. Его нужно научиться читать, понимать, если для вас интересно, о чем он говорит или что он чувствует. Поэтому он очень замкнуто углублен в себя. Он очень любит символику и очень хорошо ее читает. Аутисты очень любят иероглифы и иероглифическое письмо. Я не могу смеяться, когда я запрошу. Может быть, ты мысли на простране, да? Хорошо, я всегда спрашиваю. Скажите, а на бутылках всегда пробки желтые? Нет, если другой вкус, то там кратенький или оранжевый. Хорошо. Итак, идем дальше. А символики, что они еще любят? Они любят изучать насекомых, энтомологию, да? Могут собирать кактусы, выращивать кактусы. То есть это такая абстракция нет. Кактусы растут медленно. Они достаточно маленькие. И для шизоиды это особый взгляд на происходящее. Что? Сейчас разные кактусы есть. Ну, сейчас, да, мир-то изменился. Я не шизоид, но мне не нравятся кактусы растут. Я вижу, что вы не шизоиды. Вы, главное, на них не садитесь. Тогда будет все хорошо. Итак, дальше. В каждом движении шизоида, в каждом его творческом произведении всегда прослеживается символика. А иногда несколько символов одновременно. То есть шизоид многопластовый тип. Вы танцуете? Ну, мне приятно подтанцовывать у нас вперед. Хорошо. Как только аутист видит определенный какой-то символ, ну, для него это символ для нас просто, он не видел дерево, он понимает. Аутист и шизоид у бурно – это один тип, да. Смотрите, он увидел дерево, красивое дерево. Для нас это просто дерево, а для него, для шизоида, это некий символ, который не просто так ему послан. Это подсказка для того, о чем он сейчас думает. Смотрите, как красиво мыслит. Подсказка для того, о чем он думает. То есть везде подсказки. Бурно. Бурно. Бурно, не бурнофа, бурно. 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 Отсюда красоту можно постичь через Бога. Смотрите, абстрактное понятие, да? Что такое Бог? Кто такой Бог? Что такое красота? Что такое любовь? Глобальные вещи. Жалобы шизоид никогда не вдаёт по симптоматике. Он сразу их объединяет и даёт сразу объяснение, что с ним происходит, если он приходит к врачу. Он уже знает, почему он болеет, когда это началось, с чем это связано. Он склонен считать, что если люди говорят на непонятном ему языке, их, конечно, можно простить, но мыслят они неверно. Но они просто не понимают. Не те люди. Не нужно общаться ни с теми людьми. У интеллектуально развитых шизоидов это, конечно, интеллектуальная работа. Вот их мышление, оно очень глубоко. Если это достаточно с низким уровнем интеллекта шизоид, они тоже бывают, то это больше мудрёж. Игра в некую мудрость, которой на самом деле нет. Ну, или занудство. А они анализируют, что это происходит? Да. Ну, шизоид во всём видит концепцию. Мы сегодня тоже говорили. То есть, в любую ситуацию он может объяснить. Ну, и, соответственно, его теоретичность, она вдохотворена. Смотрите. А человек подобного типа считает, что люди ему не нужны, потому что природа наполнена символами, которые он считывает, которые он понимает. И он радостен. Ему это приятно. Ему это хорошо. Встречали подобных людей? Вот он живёт в своих формулах, в своих каких-то построениях. И там получает некую благостность. Ну, без датской тушёнки. А вы не понимаете, аутисты-то, они как бы инвалиды, они больные люди. Нет, здесь аутичный тип. Это не говорит о болезни. Это говорит о том, что присутствует психотип, аутичный психотип. То есть, он живёт своих символов, он счастлив. Не важно, что на улице революция, он пишет формулы свои. Вот эти формулы для него красивы. В конце 90-х годов, когда я был заведующим в лабораторию психодиагностики ещё, ко мне пришла девушка, которую я протестировал по ММПИ, и у неё получились очень завышенные акцентуации. Я распечатывал её профи-личность, это график, и пришёл в страшный восторг. Я воскликнул, какая прелесть. Я повесил его на стенку у себя в лаборатории и смотрел на него влюблёнными глазами. Только вот он понял, что я делаю. Она смотрела на меня с испугом. Это, с моей стороны, было очень нетактично. С тех пор я себе такую нетактичность не позволял. Но дело не в этом. Профи-личности роскошен. А вот человек находится в кризисном состоянии. И вот это нужно понимать. Вот махровый шизоид, он обязательно, собственно, будет формулу любить больше, нежели чем человека. Человек глобальный, как представитель мирового разума, если, конечно, он и есть у человека. Нет, конечно, я же уже не заведующий лабораторией психотерапевт. Понятие прошлого и будущего весьма относительно. Что ещё? У шизоида или аутиста может быть достаточно колкое самолюбие. Он может чувствовать, как люди могут относиться к нему. Некоторые подхихикивают, некоторые смотрят с удивлением, некоторые с непониманием смотрят. То есть вот шизоид может это чувствовать, и он создаёт для себя некий телесный панцирь или защиту. Бурно объясняет вот эту вот шизоидную маску на лице и неумение пользоваться своим телом, как защитную реакцию на реагирование других людей. И тогда шизоид как раз становится, вот эти танцы робота откуда идут. Тогда он становится очень неуклюжим. Или ещё шизоид, такой махровый шизоид, он всегда очень не вычурнан, но чрезмерно церемонен. Он всегда держит дистанцию, никогда близко к себе не подпускает. Встречали в вашем окружении людей, которые к вам может обращаться милостивый государь? Вот эта вот дистанция непонятная, отрыв от реальности полный, но для него это важно. Причём он говорит об этом серьёзно. Но всё, что связано с творчеством для шизоида или аутиста очень целительно. И в этом плане, конечно, его нужно развивать по линии развития творчества. Один только небольшой момент. Недавно я общался с одной своей приятельницей. она увлекается джазом. И я объяснил, что джаз, конечно, это очень шизоидная музыка, но она не имеет структуры. И для решения какой-то проблемы джаз достаточно полезен. Кроме одного небольшого «но», я очень не люблю Островинского, допустим. Островинский, по сути, это такой прародитель джазовой музыки, в том числе и современной. Для меня это хаос, это музыка хаоса. И если она хочет выстраивать что-то адекватное, гармоничное в своей жизни, она должна постепенно всё менее и менее эмоционально относиться к джазу и переходить немножко на другую музыку, так как она музыкант. А ваш коллега Дмитров нам рассказал, что он писать, сочинять, там, не знаю, работать может только в наушниках и под джаз, и под рук. Он под тяжёлый рук, да, пишет. Книги он пишет. Вот это вообще, я представляю, когда я что-то делаю, тишина должна быть, да, чтобы мысли пришли, чтобы они на место стали. Я просто увидел Сергея Леонидовича Робинштейна и подумал, какую музыку он в наушниках слушал, когда писал свой учебник «Основу общей психологии», за который получил сталинскую премию. Честно говоря, я не... Нет, я увидел, не надо, не хочу я так шутить, нехорошо. Из их всех движений в то время не было? Не было, не было. Но ничего нет нового в этом мире, всё повторяется. Вот, поэтому, естественно, для шизоида целебным оказывается, допустим, благородно-высокое, одухотворённое, глубинно-нежное. То есть шизоида нужно выводить именно на эти тонкие эмоциональные переживания. Но по другим типологиям мы знаем, шизоид не эмоциональный. Значит, в первую очередь нужно развивать у него эмоции. А эмоции у него глобальные, значениями, глобальный смысл. То есть он будет через них познавать Вселенную. Он на малое не готов. Что нужно развивать? А эмоции, тонкие эмоции, тонкие переживания, чувства. И через это можно помочь человеку развиться. Да, немножко не похоже, да, как у Егидоса, согласитесь? Егидос более, как бы вам сказать, в обыденной сфере объяснял эти вещи. А здесь вот немножко более глубинный взгляд такой. У него больше на шизоид не похоже. У Егидоса? Да. Ну, я много таких видал персонажей. Самое главное – знать шизоидный язык. Когда с шизоидом общаешься на его языке, получаешь несравненное удовольствие. Особенно от стиля мышления. Я вам еще на прошлой лекции говорил, что нужно обязательно контролировать свои акцентуации психопатии. Если вы их контролируете, вы их ведете, то вы понимаете, что вы делаете. Если вы их переставите контролировать, то акцентуация начинает вести вас. И тогда вас можно четко вписать в любую схему. От нее вы никуда не убежите. У меня есть особенность. Я иногда могу акцентуацию выпускать, но на время. Но тоже момент важный. Я это называю выброс. Если у человека выбросов нет, он эти выбросы будет делать в какой-то другой сфере. И эта сфера может быть более опасной. Он может стать адреналиновым, наркоманом. Он может просто металлические шарики в метро пускать с эскалатора вниз. Подшипники разные. Значит, интересно, согласитесь. А мы прекрасно понимаем, что этим шариком можно убить. Но для него это будет по-другому. Выбросы могут быть разными. Можешь корбита в колодец бросить. То есть там по-разному бывает. И эти выбросы более неадекватны. А мы знаем, что у нас появилось большое количество фриков, возвращаясь к предыдущей лекции. А фрики – это кто такие? Это люди, оторванные от реальности. Поэтому выбросы должны быть, но они должны быть более адекватными, более гармоничными. Вот у шизоида выбросы только интеллектуальные, больше. Поэтому он не всегда умным понятен, этот шизоид. Следующий тип, запишите, демонстративный характер или истерик. Опять же, прошу обратить внимание, истерик, да, но это психопатия, но не более того. Это радикал. Психопатический… Он очень легко вытесняет любую ситуацию, где повел себя нехорошо. Происходит это очень быстро, он просто забывает, что он так поступил. И больше он об этом не знает. У него бывает так. Если Иванов для него неприятен, а вчера он видел Иванова, Петрова, Сидорова, то завтра он вам расскажет, что он видел Петрова и Сидорова, а Иванова не видел. Ну, так же, как у стероидов. Так это и есть истероид. Нет. Как бы у предыдущих. У шизоида? Нет. Шизоид там концепцию видит, там по-другому все будет. Есть люди, которые могут мешать мировому порядку и гармонии. Ну, в типологии Гитлса, да, демонстративный психотип как раз, да. Итак, смотрите, получается, что он может вытеснить свои взгляды, свои... И егидосы. Егидосы. И егидосы так же. Да. Он может вытеснять свои взгляды, он может вытеснять свое поведение, он склонен к позам и к позированию, к демонстративному позированию. Вот сегодня у нас до этого была психодрама, где как раз показывали очень умного мужчину. Умный мужчина изображался, девушка его играла, как выбрали, как протагонистка выбрала роль эту, умный мужчина показывал на свои волосы, какой он умный. То есть длина волос говорит об уме. Вообще-то демонстративный тип классический, то есть тут все понятно. С другой стороны, опасность. Если волосы отрезать, куда ум-то денется? Надо поймать только шизоид. Шизоид увидит в этом особый смысл. А для демонстративного тяжести идет поговорка «волос длинный, ум короткий». Что-что? Ус длинный? Волос длинный? Волос длинный, ум короткий. Не знаю. Сложно сказать. Ну это, наверное, безобразные мужчины, которые так... Ну это как правило, к женщинам применяются. Но важно другое, что у такого типа, истерического, во-первых, очень манерное поведение. Они везде пытаются выставить себя, продемонстрировать себя. Это позы, это одежда, яркая одежда какая-то. Либо несколько вычурно, то есть выбиваться из себе подобных. Сюда же относится любовь приукрашивать, потому что истероидный тип очень любит преувеличивать свои страдания, когда он болеет гриппом. И не только гриппом. Наверное, все мужчины становятся истероиды, когда болеют. Это точно. У тебя свой как-то. Опять что-то сложное визу. Вот. А дальше. Если у истероида серьезное заболевание, то он и вопри украшивает. Главное, чтобы другие видели, как он болит. То есть вот здесь могут быть и не смешные вещи. Вообще, к онкологии, он вам ее описывает более сильно, такие эмоции он испытывает. То есть здесь вот надо знать грань определенную. Холодность. Да, он холоден. Потому что он мало получает внимания от других людей, потому и холоден. Если внимания было больше, он бы, наверное, был бы более счастлив от этого. А если внимания мало, тогда как же он может? Проявлять себя по-другому. Душевный инфантилизм. То есть он обычно стремится показаться загадочно необыкновенным. Или безумно влюбленным, допустим. Истероид это все изображает. Это все некие позы, которые он считает более выгодные, его продемонстрирует. А глубоко думать, глубоко анализировать, господи, ну это ему не надо. Что там анализировать? Какое впечатление он произвел на людей? Они поняли, насколько он отдыхотворен. И он сам в это поверил. А то, что он вчера сказал какие-то две фразы, которые не очень хорошие, их не было. Вот смотрите, дальше. Некоторые говорят так. На государственном экзамене приходит студентка, садится. Я такая застенчивая. Я так переживаю. Я говорю, ну-ну, и что дальше? Ой, вот так вот как-то сложно, так много вопросов. О чем мы с ней говорим? На экзамене нужна продукция, голубушка, к чему ты научилась. А не то, какая ты застенчивая, как ты переживаешь. Я, конечно, охотно верю всему этому. Я могу покивать немножко головой, но потом я бью по болевой зоне. Потому что экзамен – это экзамен. А в данном случае она мне рассказывает. То есть, смотри, демонстративный тип любит показать себя застенчивым, переживающим, терзающимся. Он очень терзается. Очень терзается. Нажмите, пожалуйста, на капслок и напечатайте тогда так. Очень терзается. Крупными буквами. И три восклицательных знаков поставьте. Зачем восемь? Нажал и держи минут десять. А если истероид пытается показать некоторую интеллектуальность, его очень легко распознать, потому что он очень неглубок. То есть, истероид обычно неглубокий человек. И это больше реалисты. Что у истероида очень хорошее? Ну, во-первых, живость мысли. Они очень быстро адаптируются. Хорошая память. Хорошая сообразительность. Они могут несколько ролей воспроизвести достаточно быстро. Но чувства у истероида очень неглубокие, очень несложные, незрелые. Часто подросткового плана. Колкого. Ты не то сказал или не то сказала, все прощай навеки. И дальше идет страшная картина ревности или прощания. Ну, включайте индийский фильм с танцами, это как раз сюда. Женщины. Любвеобильные истероидные женщины. Это какие женщины? Они тоже очень переживают. Или очень сильно любят. А сейчас мы обедать пойдем? Ну, пообедаем, и потом она дальше продолжит рассказывать эту историю. То есть здесь все легко переключается на очень банальные вещи. То есть это легко... Всех как-то сразу замерли. Такое ожидание. Насколько я понимаю, вы предосхищали, что надо идти в буфет и обедать. Вот. Дальше. Демонстративный или истероидный тип – это всегда ребенок. Это вечный ребенок с очень капризным характером, с желанием выставлять себя в определенной степени. Но, что важно в истероиде, а у Бурно мне это больше всего нравится, в каждом психотипе найти положительное, что поможет вывести человека из кризисной ситуации. Так вот, смотрите. Истероиды действительно дарят людям очень хорошие эстрадные какие-то вещи, поэтические, живописные. Они немножко детские, но они могут радовать людей тем, что свежие эмоции. Но самое главное, истероидное творчество, оно не серьезное. Оно незрелое, но иногда оно сильно радует. Ну, по поводу попсы я не знаю. Я, по счастью, телевизор смотрю крайне редко и очень не люблю какие-то праздники, типа Дня полиции, милиции и прочего, где вся эта замечательная тусовка в очередной раз выступает. Честно, уже немножко перебор от этой радости. И особенно, конечно, не то, что раздражает, я все-таки визуальный диагноз в первую очередь, а потом уже зритель. Допустим, празднование Нового года, замечательные праздничные какие-нибудь праздничные праздники, на которых праздничные люди празднуют праздничные праздники. Вы смотрите на эти напряженные лица, и вы понимаете, что праздника там совсем нет. Снималось это два месяца. И снималось, и не с одного дубля снималось, и так далее, и так далее, и так далее. Вот вам типичное собрание истероидов. И все счастливы. Это их работа, они за деньги получают. Согласен. Следующий тип называется он неустойчивый характер или неустойчивый психопат. Неустойчивый психопат. Неустойчивость в первую очередь душевная, духовная неустойчивость. Душевная, правильно сказать. Ну, Бурно такой еще приводит термин ювенильность, то есть юношескость. Это вечный юноша, застрявший в подростковом возрасте. То есть это пожизненная инфантильность, пожизненное желание кому-то доказывать свою самостоятельность. Здесь нет особой демонстративности, но что здесь присутствует? Душевная недоразвитость человеческих чувств. Любви к своим близким, любви к своим детям. Они их воспринимают ровно настолько, насколько они им могут быть нужны. Они понимают это не полностью. С ребенком нужно пойти погулять? Нужно погулять. Но сейчас работа у меня. Я занимаюсь работой, говорит этот тип. И он занимается работой. А ребенок пускай гуляет по комнате. Радостная такая история. Ну так вот. Дальше. Это неустойчивость сдерживать свои желания. Руководить ими. То есть, если неустойчивый психопат чего-то желает, он требует это прямо здесь и сейчас. Как дети. Влечение. Запишите следующее влечение, которое у него сильно выражено. Обычно это в молодом возрасте присуще. Но у него это идет пожизненно. Это пьянство. Это наркотики. Воровство. Бродяжничество и прочее. Они у него всю жизнь достаточно сильно выражены. То есть, он от них особо избавиться не может. Если он чего-то хочет, он требует это прямо сейчас. Что еще у него присутствует? Хондра. По поводу того, что что-то не сбылось. По поводу того, что организм стареет. Об этом он еще в молодости начинает расстраиваться. И поэтому, на всякий случай, чтобы снять это состояние, срочно нужно закурить, выпить, уехать куда-то. И так далее, и так далее, и так далее. Ян, что у вас вызывает такую радость? Она нашла свой психотип. Я когда я пишу вам такую точную радость? Ну, это гурно, это не я. Я-то все лишь на все. Рассказываю, ребята. Вы были там. М? Ну, не совсем цитирую, но перевожу. Следующий тип, запишите, называется он сангвинический или синтонный характер. Сангвинический, сангвиник. Сангвий, кровь. Да. Или синтонный характер. Синтония с греческого это созвучие, согласованность. Ну, я бы так сказал, естественность. Марк Евгеньевич этот тип называет синтоном и считает, что он самый естественный из всех типов характера. Ну, во-первых, это естественность в поведении, естественность радости от печали к радости, допустим, от тревоги к счастью. То есть у него это меняется естественным образом. Истероид будет играть, психопат будет доказывать. Шизоид, никто не знает, что там концептуально для него важно. Уйдет в себя. Да, да. Ну, он особо и не выходил. Вот. А здесь человек, естественно, совершенно во всем реагирует. То есть он везде чувствует себя собой. Вот запишите. Способность везде чувствовать себя собой. На сцену могу на сцене выступить, допустим, да? Детей куда-то вывезти, могу детей вывезти. То есть, смотрите, вот интересно то, что он легко адаптируется к этим вещам. И у него как-то очень гармонично складываются противоположности, природные противоположности. И получается какая-то общая гармония. Это искусство перевоплощения. Это и живая способность схватывать иностранные языки. Они у него легко идут. Он легко их усваивает, легко переключается. Что? А, да. Кстати, именно синтонный тип начинает изучать язык и очень быстро осваивает его без национального акцента. То есть говорит как носитель языка. Это материалист, чувственный материалист. Чем он живет? Ощущениями и наслаждениями. Что это такое? Пищевые, любовные наслаждения. Без них он обычно страдает. А в старости он немножко вспоминает вкусовые и эротические ощущения молодости. Да вообще-то мемуары Казанова он сразу вспоминает. Допустим, как он какое-то блюдо готовил, какие запахи были. Для него все это важно. И в любом случае эти воспоминания греют его душ. Шизоид что будет вспоминать? Концепцию. Там совсем все по-другому. И, соответственно, телесное для этого типа является источником ресурса. То есть он живет телесно. Он очень жизнелюбив. Он очень эмоционально боится смерти. Он боится умереть. Для шизоида что есть смерть? Есть процесс перехода из одного состояния в другое состояние. Помните, как в дни радио, там, где кролик зануда, да? После спаривания кролик зануда впадает в эйфорию и вываливается из гнезда. Вот замечательная шизоидная мысль. То есть впал в эйфорию и вывалился из гнезда, где его как раз подхватил волк хлопотом. Ну так к шизоидам это в голову могло прийти. Но день радио, классика. Не смотрели что ли? Посмотрите обязательно. До меня долго доходит фраза. Ну просто после того, как заяц зануда забирается при помощи зубов на дерево, где самка свела гнездо, да, он очень медленно, так как он зануда, начинает с ней спариваться. После чего впадает в эйфорию и вываливается из гнезда, где его поедает волк хлопотом. Непонятно. Я не понимаю, почему болезнь гнездо, почему самка? Потому что заяц зануда. Ну хорошо, я поняла. А вот почему самка гнездо, на дерево, может быть, может быть, заяц зануда. Вы знаете, посмотрите день радио. Там герой, который это сочинял, был в легком подпитии. Но ему надо было выступать на радио, и он выступал о замечательных животных, рассказывал в передаче. Понятное дело, что животные у него сочинялись в голове. Поэтому он особо не думал о том, что там есть подкустомный выползень, так там только самцы остались. А как он появляется на свет? Из-под куста. Это же понятно из названия. Все самцы сразу появляются. То есть самок там нет. Все самцы сразу появляются из-под куста. Пока наука не установила, как они оттуда появились. Какие-то сморшуки уже. Ну, однозначно, в этом есть какая-то особая космологическая концептуальность. Не просто так, конечно. Ну, смотрите, у синтонного типа может возникнуть тревожность. Но она достаточно быстро гасится при помощи каких-то чувственных ощущений, желаний, обонятельных каких-то восприятий. Конфликты у него редки, и он достаточно быстро может их довольно по-детски решать. Может помириться просто по-детски. То есть, смотрите, человек очень адаптирован к жизни. Но, допустим, то, что касается понятия морали и нравственности, для него это понятие немножко абстрактное, потому что есть тело, и оно преобладает. Это всё остальное, а это уже второе. То есть, он живёт чувствами, живёт эмоциями. Это вполне нормально. Он открыт, добр, эмоционален, с лёгкой долей печали и грусти. Иногда это может сгущаться, иногда, наоборот, немножко растворяться в его эмоциях. То есть, они немножко сменяются. Ну, допустим, Бурнок приводит такой пример, что Остап Бендер – это сангвинический тип, синтонный. Он очень легко адаптировался к любой ситуации и везде чувствовал себя прекрасно. Проблема только в том, что с уголовным кодексом не дружил, но во всём остальном он был очень синтонен. Запишите, что пример синтонного характера – Остап Бендер. Он действительно очень гармонично вписывался. Именно синтонные писатели изображают быт. Историки очень любят бытовые описания определённого периода, потому что они в чём-то бесценны. Потому что проходит время, и привычная для нас вещь становится уже не только историей, но иногда абсолютно нам непонятной. И некоторые берут на себя, те же самые историки, задачу описать бытовую специфику, допустим, 30-х годов XX века. Чем люди пользовались ежедневно в обиходе? И вот вам уже идёт исследование. А некоторые об этом пишут книги, книги художественные. То есть это абсолютно бытовое описание, но кто-то в этом находит какую-то особую прелесть. Сангвиник обычно, если чувствует тревогу, он уходит в дело, в действие. Там он снимает эту тревогу. Ну, это что может быть? Может за баранкой снять тревогу, или за клавиатурой снять тревогу, для того, чтобы она просто ушла. Ну, обычно это очень искренний, тёплый человек, даже если это преступник. Да, обнимал. Да, обнимал. Да, но он искренне это делает. Он делает это с удовольствием. Вот. Юмор у него всегда очень тёплый. И он не понимает, как можно издеваться при помощи юмора над другим человеком. Он обычно смеётся вместе с тем, кому рассказывают шутку. То есть юмор во многом объясняет человека. А этот очень естественный. То есть что это такое? Влечение, ощущение, настроение. Вот триада, которая с синтонным типом очень хорошо свойственна. Это мысли, это отношение к людям. Влечение, ощущение, настроение. Люди могут меняться, но с каждым он чувствует себя очень гармонично. Проблема в том, что, допустим, вы увидели замечательного мягкого человека, который к вам очень по-доброму относится, который очень хорошо с вами пообщался. И вы понимаете, надо же, какой хороший человек. Приходите к нему завтра, а он начинает вести себя как-то странно, замкнуто, подозрительно, может немножко вас обидеть чем-то. Пытаетесь понять, что же я такое сделал, что он так себя повел. А у него просто сменилось настроение. И сейчас он уже не чувствует того состояния, которое было раньше, потому что у него влечение, ощущение настроения поменялись. Он искренен в этом. И не надо его в этом винить. Ну, вот так вот. Дальше. Проблема в том, что, если, допустим, это мать, то дети такой матери не понимают, с какой стати меняется ее настроение, что они делают не так. Это не объяснить. Она просто естественна. Это изменилось настроение, и все. Вы можете это назвать, конечно, по-разному. Это могут быть гормоны, это могут быть еще что-нибудь, еще что-нибудь. А он просто-напросто так себя ведет. Он так себя чувствует. Вот. И отсюда тягостное настроение. Иногда у него начинает переходить. Вот по хондрию. Вегетативные дисфункции, в частности, головную боль. Артериальное давление. Часто он начинает скатываться в истерике, в рыдание. Или, допустим, в истерические расстройства чувствительности. Он жалуется на жжение, на онемение какой-то части тела, на боли, которых на самом деле особо нет. Но это как раз то, что синтонический тип оказывается в неком состоянии кризиса. Это вот такие циклоидные расстройства настроения у него присутствуют. Каким образом можно ему помочь? Ну, в первую очередь, через его природную способность достаточно хорошо чувствовать происходящее. Через природу. Гармонизировать. Убирать вот это вот тревожное состояние. Это важно. Следующий тип называется напряженно-авторитарный характер. Или эпилептоид. Эпилептоид, да. Напряженно-авторитарный характер или эпилептоид. Ну, эпилептоидный тип, психотип или радикал, как бы, да. Бурно-это радикал называется. Склонен к авторитаризму. Прямолинейно агрессивен. Очень самолюбив. Но базовая черта этого типа – прямолинейность. Прямолинейные шутки. Прямолинейные команды. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как напряженно-авторитарный эпилептоидный характер говорит комплимент? Жечень. Прямолинейные шутки. В лоб. Иногда наповал. В лоб. Да, вот что-то наподобие. Он солиден, четок и склонен подавлять несогласных своим авторитетом, своим знанием. Внешне он может казаться даже достаточно живым с позиции мышления. Но если немножко присмотреться к нему, можно увидеть, что мыслит он очень прямолинейно. Это его логика. Есть две точки зрения на этот вопрос – моя и неверная. И вам ничего не остается, как выбрать один из лагерей. Потому что третий онтологер. Это вам шизоид скажет, что все относительно. Но шизоиды мы уже рассмотрели. И так, поэтому, такой человек часто не спрашивает. Это в его манере. Мы посовещались, я решил. Это он, на самом деле, ему особо не важно, спрашивать человека или нет. Он просто так, для порядка, надо спросить, надо. Он спросил, но поступит так, как считать нужно. Но если он спрашивает, а ему нужно, а собеседник спешит, это нарушение. Собеседник очень невоспитан, очень некультурен. И, скорее всего, его нужно поставить на место. Вот тут совсем другая логика. Очень любит власть, стремится к ней и периодически срывается на агрессивные крики. Ну, кстати, Гитлер как раз сюда относится. Раним, чувствителен. У Гитлера это было. Помните его усики смешные? Зачем он эти усики носил? Кстати, три человека известных в начале 20-го века ходили с этими усиками. Ну, разумеется, их было больше, но три наиболее известные. Парадокс в том, что все три имеют отношение к еврейству. Кто? Чаплин. Есть. Гитлер. А третий. А третий – Штефан Свейк. Стефан Свейк. Ну, просто еще, ну, как бы вам сказать, наступит время, вы по-иному будете его воспринимать. Свейк не всегда легко воспринимается в определенном возрасте, в определенный период. Скорее всего, здесь не возраст важен, а здесь важно просто его ощущение. Вот. Где-то он будет с вами синтоним по состояниям. Где-то это будет концептуально. Но важно то, что Свейка психолог обязательно должен знать. Ну, у нас есть Гаршин, у нас есть Достоевский, у нас есть Свейк. Три писателя, которых психолог, ну, обязательно должен, ну, как минимум, хоть раз прочитать. Ну, не все, не все, ну, хотя бы что-то. Гаршин – это вообще миниатюры. Левушка-путешественница, ей же с ними. Но его миниатюры на одну-две странички потрясающе глубоко психологичны. Ну, если бы он не окончил жизнь самоубийством, 33 года выбросившись в лестничный проем, в подъезде, наверняка он написал бы больше. Но это мастер-миниатюр по уровню, которого сравнивали с Достоевским. Свейк Гаршин начался. Гаршин. А еще? Слава Гаршин. Стоевский. Стоевский, да. Ну, Достоевский специфичен. Хотя, вот, Ольга Фимна Хабарова мне предложила Достоевского начать читать заново с его писем. И я говорил, что мне очень совестно читать чужие письма, даже если они не опубликованы в книгах. Потому что все-таки я, извините, влезаю в чужую жизнь, а я не связан с какими-то определенными телевизионными каналами, которые этим чрезмерно увлекаются. Да, именно. Но она говорит, что через вот эти письма, как он вел переписку с сестрой, допустим, можно понять то, что он пишет. Я понимаю, что это много проблем было. Характер у него жесткий. Да, он был немножко эпилептоидного плана. Да, у него были тенденции к очень большой жестокости по отношению к жене. Это было. Но, с другой стороны, даже шутка-то была такая, что к старушке стал приставать. Помните, в комедиклабе там была, у Льва Толстого был юбилей. И как раз, что Достоевский напился, к старушке стал приставать, ударил ее топором и бегом побежал писать дальше. Преступление, наказание. Шутка шуткой, но в шутке есть элемент шутки. Жесткость, жестокость у него явно была. Это была тенденция. Но он через это познавал человеческое страдание. А писатели, они вообще-то немножко другие люди с точки зрения восприятия жизни. Шуткой. В некотором смысле, да. Кстати, у него были проблемы. Помните, да, что у него эпилепсия была? Были проблемы с памятью. А однажды он вообще забыл, как зовут ее жену. И мало того, что как зовут его жену, так и не узнал ее кузины. У Три ревновал? Нет. Он просто ее не заметил и с ней не поздоровался. Ну, были такие вещи. Ну, подожди. Где-то в общественном месте? Ну, это норма. Не узнаешь, что она может. Что вы подразумеваете под общественным местом? Если ты прошел мимо своей жены в общественном месте, то, может, реально ее не узнал. Где-то не ожидаешь ее увидеть. Ну, если она не с усами, то я не знаю, как бы. Ну, нет, она не была с усами. Ну, ладно. Вы про усы Гитлера говорили. Почему он носил эти усы? У него был очень грубый нос, крестьянский. Он его очень стеснялся. Для того, чтобы сместить акцент, он стал носить эти усики. Если вы посмотрите на его фотографии периода 13-14-15 года, у него очень смешные такие закрученные усы. И выглядит он очень странно. Гитлер? Да. Ну, сейчас тоже начало. Вол, ну, вы зачем говорите, что я не был ему партнер? Тогда не был. Я не был. Вот. Ну, ладно, возвращаюсь к эпилептоиду. Итак, как я сказал, он уверен в собственной правоте. Душевно он всегда напряжен. Он всегда чувствует нагрузку. И поэтому всегда должен расслабляться. Расслабляется он через снятие нагрузки. Допустим, если он чувствует нагрузку, надо наорать на соседей или на домашних. Нагрузка снимается. Надо увидеть неправильных людей. И в жестком тоне призвать их к правильному поведению. По секрету вам скажу, для него неправильных людей очень много существует. Потому что они, это не он. А в деньгах они тоже расчетливы, да? Они очень расчетливы. Там все скрупулезно рассчитывается. Как собаку, например, съедает за год поездку на кипр, да? Я не знаю, я не кормил такой собаку. Я только знаю, я посчитал, что у него собака съедает за год поездку. Вы знаете, я только хомяка кормил, да и то где-то полчаса, после чего этот грызун упустил меня за палец. Но я его полчаса кормил без остановки. Мне просто было интересно, когда у него жадность окончится. Да, жестокое животное, я согласен. Вот. Дальше. Чувственность связана с садизмом, связана с мстительностью. Сексуальное влечение напряжено. И обычно они охвачены страстью к сексуальному разнообразию, объясняя это так, что тем самым они сохраняют свое здоровье. Не спрашивайте меня о логике. Для него логика существует его. Она правильная. Есть среди них и однолюбых. Но эти встречаются реже, гораздо нежели, чем вот первый вариант. Воля. Очень сильная воля. Бурно пишет, что воля до позеленения, до поселения кожи. Очень волевой характер. Смысл жизни и, главное, радость – это власть. И удовольствие от власти. Разумеется, борьба за справедливость. Куда без этого. И неважно, какую роль он выполняет, он везде борется за справедливость. Мстительность, склонность к ровной мести. И здесь есть два полюса. Если человек безнравственный, практически как по Адлеру получается, он пытается унижать других людей, тем самым самоотверждаться. Если человек нравственный, то он самоотвержденный и борец за справедливость или за людей. Вот две, два варианта есть, два полюса. Куда он больше пойдет. Безнравственный эпилептоид любит скрывать за очень благостной маской очень жесткого человека. Слащавый такой вот, с мягким произношением, с такой слащавой улыбочкой. Вот, но если немножко глубже копнешься, там не рык будет, но попытка укусить. Я, естественно, говорю несколько образно. Да. Вот, а если благородно-нравственный эпилептоид, то здесь он будет в любом случае помогать другим людям, если они в этом нуждаются, вопреки всему. А безнравственный только себе, да? А безнравственный? Ну нет, он просто других будет кусать. Он будет скрывать это за таким благостным ощущением. Вот, помните, доктор Гасс был такой в свое время, немецкого происхождения, который принципиально свои средства отдавал каторжникам, который разработал новую форму кандалов, сам их специально носил, и добился того, чтобы у каторжников были введены новые формы кандалов, которые не уродуют им ноги. И его называли Святой Доктор. Да и умер он в нищете, он все средства отдавал. Вот, наверное, все-таки это нравственный эпилептоид. То есть человек, который, ну, считайте, практически религиозный подвижник. Хотя просто любовь к людям. Даже если каторжник, это все равно человек. Значит, нужно сделать так, чтобы к нему было человеческое отношение. А как с ними нужно работать? Нужно посмотреть, какая идея стоит во главе угла. И по возможности эту идею вывести на что-то благородное, что-то красивое. Но вопрос, если он нравственно развит, если он нравственно не развит, что с этим делать? Такие люди очень сложно поддаются коррекции. Но все равно, если мы ставим цель на нравственное улучшение человека, то, естественно, это обязательно будет через какое-то время занято. Следующий тип называется астеник или застенчиво-раздражительный характер. А сколько еще у нас типов? Еще несколько осталось. Но мы сегодня успеемся. А можно я запишу, какие еще типы после меня выходить? Застенчиво-раздражительный характер. Пока все записывают, сейчас я вам назову, какие еще есть. А есть педантичный характер и три смешанных типа. Это грубоватый, эндокринный и полифонический. А дальше смешанные характеры, они же мозаические. Это грубоватый, эндокринный и по-не побоюсь этого слова, лифонический. Что? Шезлонг? Хорошее слово говорит. Хорошее слово, да. Грубоватый, эндокринный, смешанный. Все? Все, 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 все. Если мы говорим о застенчиво-раздражительном характере, в первую очередь, астыния – это слабость греческого. То есть это очень слабая вегетативная неустойчивость. Это человек, который будет очень сильно переживать свою неполноценность. Он очень душевно раним. Чем больше он чувствует, тем больше он настощается. Вот в этом вся беда. Через свои мысли, через чувства он все меньше и меньше имеет энергии. Отсюда постоянная усталость, вялость, капризность. Бурно приводит такой пример. Женщина, уже дожив до пожилых лет, по-прежнему в обиде на подругу, которая в возрасте четырех лет украла у нее куклу. Он пластичен, он ловок, не так, как шизоид, который может что-то уронить или кого-то случайно уронить. Но проблема в том, что он все время чувствует какой-то горечь расставания. Он расстается с человеком навсегда. Он завтра его увидит, но он навсегда расстается, потому что что-то может случиться. Представляете, как он деньги в долг отдает, да? Думает, что тут не получится. Дальше. Если же, допустим, он общается с домашними людьми, то здесь он может себя не сдерживать, может накричать, но вот правда быстро истощится. Просто он нервный, чем бывает. У него бывает деперсонализация, он может посмотреть на себя со стороны. Может увидеть, насколько печально наше существование. Насколько грустно мне смотреть на ваши лица, скажет он. Я на себя смотрю со стороны. Это и есть деперсонализация. Но она ему не помогает. То есть попытку уйти в философствование особо не спасает. Шизоида спасет, а его нет. Но, как бы сказать, он может оскорбить, сделать что-то назло, но очень быстро отойдет, энергия пройдет, и уже по-другому чувствует, уже по-другому пытается осознать происходящее. Ну, для себя он так объясняет. Ну, повздорили, ну, пошумел, ну, сказал не то. Ну, это дело прошлое. Давай уже об этом не будем сейчас говорить. Встречали таких? Ну, накричал, ну, подрался, ну, ну, все. Дальше. Чтобы остыник стал что-то делать, нужно ему не только много раз об этом намекать, но и подталкивать его к тому, чтобы делать. Иначе он просто будет мечтать, как он это делает. А пока он мечтает, он уже истощится, он уже устанет. А, вы понимаете, усталый человек не способен что-то делать правильно. Поэтому он будет ожидать, когда он восстановит силу. А силу он не восстанавливает. Вот такой замкнутый круг получается. И поэтому он будет нервничать. И так как он не успевает что-то сделать, тогда он на всякий случай на вас накричит, потому что вы его раздражаете, он не может из-за вас это делать. И стащится, потом простит себя, и снова начнет думать о том, что что-то нужно делать. Вот так, собственно говоря, все это идет. Обычно астенический тип очень жилистый. Жилистый. Вот. А жилистые, мы должны знать, они упертые достаточно. Они принципиальные. Но только у астеника принципиальность очень странная. Нет, я все равно должен сделать так, как я задумал, мечтает астеник. Но пожелаем ему больших успехов. В личной и не только жизни. И перейдем к следующему типу, который называется тревожно-сомневающийся характер или психоастеник. Психоастеника характеризует дефенсивность. Дефенс – это с латинского «оборонять». Человек, который должен обороняться от агрессивного внешнего мира. Он все время переживает свою неполноценность. Он робок. Застенчив. Стеснителен. Могу продолжать. Тревожен. Нерешителен. Молодушен. Склонен к сомнениям. Чеховский интеллигент. Но самое главное, что у него очень сильно выражена ранимость и самолюбие. То есть он везде чувствует укол в свою сторону. Любой человек может его ранить случайным словом. И он будет вынужден защищаться. Он все время анализирует. Если кто-то с ним поздоровался и как-то странно улыбнулся, вы понимаете, что это не просто так. Значит, он что-то подумал. Значит, он что-то задумал. Значит, что-то не так. Значит, в нем что-то не то. И начинается копание. Такой человек может быть тревожно рассеян. Он может вообще чисто условно присутствовать. Вы с ним разговариваете, он сквозь вас смотрит и улыбается. О чем-то думает. Вот скажите, пожалуйста, как лучше ему? Общаться лично с человеком или письмо ему написать? Письмо. Конечно, письмо. Потому что в письме он, по крайней мере, может собрать энергию. И он, по крайней мере, контролирует то, что он пишет. А вот при общении с человеком, не дай Бог, человек как-то не так на него посмотрит. Он собьет всю его логику. И что-то опять не так случилось. Значит, что-то в нем не то. Он должен опять собраться, сконцентрироваться, защитить себя от этого. Ну, вот что получается, то получается. Как он себя ведет? Это очень нравственный человек. Он очень любит законы, он очень щепетилен к этому. Их ни в коем случае нельзя нарушать, потому что это неправильно. А если он, не дай Бог, переступит черту общепринятого, он начнет очень сильно переживать. Хотя в некотором случае, если зайца загнать, он начинает делать абсолютно страшные вещи. Когда-то я сказал одну фразу. Она интересная, я просто реально увидел Роналда Макдоналда. Единственное, что... Ну, в общем, фраза звучала так. «Смелый, как клоун с дробью в пятой точке». Это особая смелость. Когда просто терять нечего. Когда по тебе стреляют дробью, клоун будет становиться очень смелым. Особенно, если это Роналд Макдоналд. Ну, не знаю, почему я его так увидел. Вот здесь астеника абсолютно так же можно довести до каких-то смелых поступков. От безысходности. Но это не означает, что он смел по жизни. Его просто довели. Он может совершить какой-то смелый поступок, а потом будет очень сильно переживать, зачем я это сделал. А что они могут подумать? А если об этом узнают? А что будет происходить дальше? И вот тут мысли начинают у него роиться, 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 роиться. Он понимает, напрасно он так сделал. Чувственность у него достаточно проста. Главное, чтобы кто-то был рядом. Ну, немножко затаю на лиричи. Сомневается в себе, в своей ценности, в своей полноценности как таковой. Какие-то эмоции он склонен испытывать к человеку по, ну, более на расстоянии. Он любит родственников на расстоянии, любит близких на расстоянии. Тогда он пишет о больших чувствах. Больших и сильных чувствах. Когда они рядом с ним находятся, он истощается настолько, что там не до чувств. То есть, вот такая вот небольшая проблема. Если он видит вас, он начинает вас раскладывать по полочкам, как бы, да, смотрит. В связи с чем вы повели себя так, посмотрели так, подумали то-то, улыбнулись так-то. То есть, идет сплошной анализ. Ну, как я сказал, чувственная бедность. В чем у него встречается? Просите его, опиши, пожалуйста, твои воспоминания детства, допустим. Что тебе дарили на дне рождения? Какой торт? Ни вкуса не вспомнит, ни лиц не вспомнит. Запишите, не способен запоминать ни вкус, ни лица. То есть, это чисто вот что-то было. Встречали таких людей? Не могут мысленно визуализировать человека, о котором говорят. Не могут почувствовать что-то. То есть, по большей части, для этого человека самое главное – это ежедневная, повседневная чувственность, ее развивать. Она его очень сильно истощает. Что его истощает? Обиды. А обиды у него все время идут. Личностные оскорбления, они тоже идут. Просто вы об этом не знаете, что вы его оскорбляете. Попытки нарушить его духовную свободу. Вот вам турникет прекратил дорогу в метро? Вот это и называется нарушение его духовной свободы. Как вариант, я не говорю, что это всегда. Или, допустим, какие-то легко забываемые другими людьми вещи. Он сегодня шел по коридору, его слегка задели. Ну, вы улыбнулись и прошли мимо, а он запомнил. То есть, тоже злопамятно. Да, но он очень переживает, зачем его толкнули. То есть, не тот, кто толкнул, чтобы ему толкнули, а зачем ему толкнули. Почему в его жизни так все время происходит, что его толкают в этом коридоре. Ну, и главное, в его переживаниях это тонкие, нравственные, этические мотивы, в которые он любит впадать. И особенно он любит очень философствовать на эти темы. Тонкие чувства, тонкие эмоции. Вы знаете, философствовать гораздо удобнее, чем общаться с реальными людьми для него. С реальными людьми он общаться не умеет. Но рассуждать о чувствах и эмоциях, да, сколько угодно, тут он напишет, вот, очень много. Поэтому невольно задумайтесь. Есть писатели, которые очень тонко описывают человеческие чувства. Юния Свейга, кстати. Хотя Свейг тоже этим увлекался. Ну, смотрите. Созвучно этому состоянию в чем-то. Это и Лев Николаевич Толстой, и Федор Михайлович Достоевский, которые занимались вот этими утонченными копаниями в чувствах. Но они не в чистом виде. Такие, остальные. Толстой вообще был реалистом. Он описывал подробно, но зато насколько масштабно описывал, насколько четко и насколько живой язык. И в то же время в чувствах он очень тонко пытался копаться. Вы почитайте его дневники. Можно шутить над Львом Николаевичем в чем-то, да, что он, допустим, в молодости как поступал, какие он забавные, странные вещи вытворял. Та же самая школа в Ясной Поляне, как он там учил детей, что потом Хармс обыграл с Ульев Толстой, очень любил детей. Но дело в том, что по большей части это были порывы как раз к познанию вот этих чувств, к познанию другого человека. Вот откуда это шло. Немножко есть от астении, конечно. Достоевский с его копаниями. Но, правда, копаться он больше любил в других людях. Ну, я ему говорю, что астеники-то любят. Вегетативная неустойчивость, что это такое? Частые сердцебиения, давления, головные боли. Часто бывает. Ну, и, соответственно, очень часто любит впадать в эйфорию. Сбой в его здоровье может вызвать гнынищок на коже. Будет очень переживать. Изжог. А если он слегка потянул мышцу руки? Вообще не переживать буду. Ну, и еще. Если это женщина, тревожно-сомневающаяся женщина, она слабая, чувственная, немножко, правда, глуховатая к эмоциям, но все-таки какие-то чувства есть. Но она не может почувствовать себя ни женой, ни матерью заботливой. То есть это все как-то условно. Вот вышла замуж, появились дети. Люблю ли я своего мужа? Люблю ли я своих детей? Спрашивает она, задает себе вопрос и не знает, как на этот вопрос ответить. И начинает страдать и мучиться. Или еще вариант. В моей жизни всегда так. Я все только порчу. К чему я не прикасаюсь, все у меня не получается. И начинает себя терзать по поводу того, что у нее все не получается. Ну и последнее. На сегодня психостеник любит, ну не то, что любит, вынужденно отталкивает от себя людей, которые ему кажутся лучше его, значительнее его. Или имеет какие-то социальные, большие, как бы, да, обозвания, более высокие, нежели чем у него. Потому что иначе он будет задаваться вопросом, почему он такой, а я такой? За что мне это в жизни? Почему у меня так все получается? То есть вот такая вот небольшая беда астенического плана. Соответственно, как с ним нужно работать? В первую очередь, опять же, тонкие эмоции, тонкие чувства. Он должен научиться общаться с реальным живым человеком. Не с каким-то абстрактным человеком, с которым он может спорить. Бесконечно. Вы сбавиться им, поспорьте, его давно убили. Он может с ним спорить, как бы, да, вот, переживать. Помните, у Боэца замечательная есть книжка «Утешение философии». Написал он ее в яме, где ожидал смертной казни. Когда книга была написана, его казнили. А пока он ее писал, он там беседовал в яме с демоном. Ну, такое бывает. Вот, и, соответственно, вот, просто не было собеседника. Он, ну, один сидел в яме. Нужен был собеседник. Ну, извините, у Сократа тоже был демон. Поэтому, да, неудивительно. У Карла Густава Юнга был старец Филимон, который в детстве во снах приходил и общался с ним. То есть здесь вот много таких пресечений можно назвать. Вот, и получается, что вот он общался. Вот, психострейник может общаться с Боэцем. Может тонко понимать его, но не дай бог он увидит его живьем. Вот в этом вся тонкость. То есть есть люди, которые очень хорошо разбираются в других чувствах, эмоциях, но со своими чувствами, эмоциями не дружат, потому что нет энергии. Так, ну, на сегодня какие у вас вопросы есть? Интересно? Еще раз, можно сказать, как он должен быть? Должен обучиться общаться с живыми реальными людьми. А с живыми общаться? Если он с ними общается и понимает, что он не успешен с ними, значит, нужно постепенно выводить его на большее доверие к людям, чтобы он получал обратную связь какую-то, обратные эмоции. И тогда он станет более адекватен для социума и, в первую очередь, для себя. Иначе так все и будет. Из него может получиться очень тонкий, очень хороший писатель, но в жизни этот человек будет немножко специфический. Хотя по секрету вам скажу, а кто из писателей не был специфическим? В этом плане мой любимый Аверченко так говорил. У него есть замечательный рассказ о пособии для создания газеты. И среди них там была такая рубрика «Странности великих людей». Аверченко пишет. У всех великих людей всегда были странности. Поэтому не задумывайтесь, какие именно. Поэтому так и пишите. Лев Толстой всегда писал «Войной мир», когда клал, еще Аверченко по поводу Лева Толстого шутил, когда клал ноги в таз с горячей водой, заедал солеными огурцами и писал «Войной мир». Неважно, было так или нет, пока разберутся, вы уже напечатаете газету. Самое главное другое. Людям это нравится, пишет Аверченко. Но беда в том, что писатели в большинстве своем публика весьма и весьма утонченная, но вот тоже бывает немножко психостанического склада. А иначе, извините, как писать? Это все-таки тонкая душевная организация. Это не эпилептоид. Эпилептоид что может написать? Майнкамф может написать. А вот если что-то тонкое, простите, тут, я не знаю, зачем этот Майнкамф запретили, серейшая, неинтересная вещь. Ну что он пишет? Мемуары. Мемуары. Как он пришел к власти? О своих партийных этих вот сотоварищах. Да ничего интересного там нет. Да неинтересно. Но беда в том, запрещай, люди будут отчитать. Не надо это запрещать. Люди должны знать отдельные вещи. Чем больше будут запрещать, тем больше люди будут к этому стремиться. Вспоминай законы Бекки Абдуги древние. Отцеубийство да не будет помянуто, чтобы мысли об оном не было. Не хочешь, чтобы люди об этом знали? Не упоминай, но и не запрещай. Иначе это обязательно выползет. Это опять всплывет. Так вот все и получается. Ладно, ну на сегодня тогда все. Люди Анатольевич, а вы придете к референцию и должен объединить.